здравствуйте уважаемые подписчики и зрители моего канала мысли об истории канала для любителей истории неравнодушных культурных умных людей всем здравствуйте сегодня в эфире как всегда для вас будет работать Олег продолжаем сегодня у нас субботний стрим сегодня у нас придет специальный гость пока сохраним интригу в рубрике открытый микрофон все вы знаете есть такая страничка на моем канале у нас стрим на свободную тему он будет касаться разных вопросов в том числе и Перева Владятлова то есть сегодня побеседуем пообщаемся такие у нас посиделки будут я думаю вам будет интересно этот стрим вы запомните надеюсь надолго будет интересно и естественно в конце стрима сегодня будет нереальнейший сюрприз вообще нереальный я думаю такого у нас еще не было это впервые будет страничка пока не буду называть как она пока не не скажу как она называется в конце стрима объявлю то есть сегодня у нас новая страничка будет в конце стрима обязательно я бы сказал это пилотный пилотный проект в общем будем сегодня пробовать я думаю вам всем понравится уважаемые зрители давайте посмотрим кто сегодня пришел всем здравствуйте спасибо за лайки кто не поставил можно еще поставить давайте посмотрим поздороваемся со всеми кто сегодня пришел Татьяна Сахалин модератор моего канала Таня привет Семен Марковский Екатеринбург Семен здравствуй Лена Кипр второй модератор моего канала Лена привет Андрей он же индивид из города Златоуста Андрей приветствую тебя спасибо за пожелание Андрей да правильно Лена напоминает не забываем ставить лайки так или иначе для продвижения нашего канала мысли об истории мы очень продолжаем надеяться что youtube не закроет все-таки возможно поэтому продолжаем работу штатном режиме Екатерина приветствую тебя Катя здравствуй Катя пришла сегодня послушать про перевал дятлова обязательно она спрашивала и про перевал будет обязательно так Иван Семенов уважаемый ростов на дону подошел Иван Семенов здравствуйте спасибо да весенний привет вам тоже Евгений Ко здравствуйте новые люди смотрю подтягиваются это неплохо да друзья надеюсь сегодня эфир будет необычный интересный придет специальный гость он впервые будет у нас надеюсь всем понравится рубрика открытый микрофон продолжает свою работу у нас будут в дальнейшем еще гости уже запланированы еще эфиры так что будет интересно уверяю вас свое время потратите не зря в выходной в субботу вы пришли на мой канал спасибо вам большое мои зрители мои подписчики кошка пышка татьяна город фрунзе приветствую вас Иван Семенов Олег заинтриговали нереально таинственный гость и невероятный сюрприз все сегодня будет Иван Семенов и специальный гость вы его назвали таинственным может быть и в конце стрима нереальный сюрприз просто в конце стрима будет сегодня новая страничка Этого мы еще не делали но сегодня мы введем эту страничку будет интересно я думаю Любовь Беляева подошла здравствуйте Славный город Хабаровск Дальний Восток приветствую вас Вот она анонимус мнимус Юлия пришла здравствуйте Юлия Юлия спасибо вам за поздравление за поздравление с днем рождения я его прочитал вчера спасибо В комментариях вы написали Юлия вы не так часто приходите но сегодня вы пришли вовремя сегодня будет специальный гость я думаю вам будет интересно Со временем надеюсь у нас будут гости возможно из Москвы и Санкт-Петербурга даже в эфире я имею ввиду так что посмотрим Планы есть А как эти планы будут осуществляться вы узнаете на моем канале мысли об истории поэтому кто еще не подписался подписывайтесь Вася Воронин приветствую вас Да пока ходят слуги закрытия ютуба мы продолжаем работать в штатном режиме так или иначе Валентина Чернова здравствуйте Да спасибо вам тоже здоровья спасибо за пожелания успехов Вася Воронин Олег здравствуйте рад что удалось попасть на стрим Да Василий Воронин сегодня будет стрим особенно интересный надеюсь что вам понравится И придете еще не один раз на наши эфиры Инна из Висбадена Германии нас слушает Инна здравствуйте Привет вам на берегах реки Рейн Ирина Колесникова приветствую Москва Строгино Так люди потихонечку собираются Еще раз анонсирую у нас сегодня стримы стрим на свободную тему То есть мы можем говорить и по перевалу Дятлова и на какие-то другие темы Александр Березин здравствуйте сто лет вас не было я вас помню приветствую Спасибо за пожелания вам тоже мирного неба Да все мы надеемся Татьяна кошка пышка что YouTube не закроют Идут постоянные разговоры Вчера Роскомнадзор это подразделение напоминаю Роспотребнадзора Вынес последнее предупреждение в адрес руководителей Google YouTube И дали неделю на исправление требований Роскомнадзора Вот если за неделю они исправят требования Роскомнадзора То возможно YouTube останется То есть дали неделю еще получается Ну ориентировочно Я не знаю когда у них Начинается неделя Вчера была пятница Дали срок неделю С какого дня считать непонятно Так Инесса Иви рад вас видеть Кардиолог из Беларуси Здравствуйте город Минск Приветствую Инесса вас Человек Очень трудной профессии Кардиолог врач Примите Инесса уважение от нас конечно же Вы спасаете людей Проводите операции долгие очень Не так много у нас хирургов кардиологов женщин Так Кошка Пышка Олег Вы выздоровели Голос слышу ровный Да кошка Слава Богу я выздоровел По дереву постучу тем не менее По столу компьютерному Выздоровел Слава Богу Да Иван Семенов Если бы у Ютуба были классные модераторы Как у нас не надо было его блокировать Ну возможно Но Иван Семенов Дело в том что Ютуб ресурс не наш Американский Естественно он Работает согласно Политике государства Поэтому У всех свои задачи стоят Провинциалка подошла Без которой стрим не стрим Татьяна Здравствуйте Понимаете Там же под коверные игры все идут Постоянные Белые с красными Так же и в Америке тоже самое Каждый свое пропихивает Вы же не забывайте что Ютуб это средство массовой информации То есть через него можно Пропихивать свои какие-то идеи Так или иначе Причем в разных формах Ютуб смотрит весь мир Весь земной шар Возможно и на Марсе и на Луне так скажем Поэтому Ресурс очень Да Иван Семенов в какой-то степени да Правильно вы написали то что идет Я это слово не буду в эфире повторять Потому что у нас Закон существует Поэтому Меня поймите правильно Я человек публичный Я такие слова в эфире говорить не могу Не имею права просто Но тем не менее вы Скорее всего правы Иван Семенов Да Татьяна Лунатики с марсианами захихикали Ну а что вы смеетесь смотрите Кто не знает Сегодня на Марсе работает пять аппаратов Роботы Так или иначе это Как бы Устройство Дело рук человеческих Кто не знал В НАСА такая политика Они свои аппараты считают за Одушевленные люди То есть относятся к ним У них такая Корпоративная этика Каждый аппарат имеет свое имя Внутреннее в НАСА И они просто говорят о них как о живых Нам смешно Но такая этика в НАСА Я читал про это Поэтому пять аппаратов То есть пять жителей Марса Роверов Ездят бродят Находятся на Марсе Они считаются жителями Марса То есть грубо говоря Человечество Посредством роботов Начало заселение Марса То есть пять Пять роботов ездит по поверхности Ну Нам смешно Вот в НАСА считаются Они как бы Жителями Марса Так или иначе Причем это не скрывается Это пишется об этом Так вот Юлия С Подошла из Франции Фонтенбло Юлия здравствуйте Наше бывшее соотечество Русское Привет Вот Юлия Вас давно очень не видел Здравствуйте Семён Марковский Олег, а будет ли сегодня Экскурсия на Марс? Семён, нет Сегодня немножко На Марс не будет Это у нас дело Дело будущего Так сказать Сегодня у нас более Приземлённая экскурсия Будет Пока не скажу какая Давайте немножко Отложим Куда будет экскурсия Но я думаю Эта экскурсия Будет не менее интересная Так сказать Из первых рук Поэтому Не будем раскрывать пока Давайте подождём Всё будет Всему своё время Потому что Понимаете Ещё и зрители должны собраться Сейчас все соберутся Как раз И будет нормально уже Любовь Беляева Олег, а что Ютуб должен исправить По мнению Роспотребнадзора? Любовь Беляева Как написано В новостях То есть в Яндексе Я также читаю Каковы новости Там написано Роскомнадзор Выразил Значит Ютубу протест За то что Ютуб В своих роликах Где-то публикует О каких-то там То ли нападениях То ли диверсиях На железной дороге Где-то они этот ролик Усмотрели И считают Что это пропаганда Требуют от Ютуба Убрать этот ролик И подобные ролики Вот так они говорят Татьяна Мой сын тоже машину уговаривает Не ломаться А муж крестится перед тем Как свой бус завести Так что Что-то в этом есть Да, Татьяна Возможно, конечно Что-то в этом есть В любом случае Люди разговаривают Со своей техникой Инесса Иви пишет На Марс Это слишком ответственно Мы еще не Здесь не все изведали Ну Инесса В чем-то с вами соглашусь Но в чем-то Понимаете В любом случае Прогресс должен быть Останавливаться на одном Нельзя Нужно параллельно Работать То есть изучать и здесь На земле Изучать наш океан Который мы вообще не знаем Все, наверное, слышали Что ученые Заявляют, что океан Исследован Всего лишь на 6% Вот представьте То есть 94% Мы не знаем, что там Внизу Я считаю, что надо И здесь работать И в то же время В космос Обязательно Выходить надо изучать В любом случае Понимаете Хотя бы для того Смотрите Вот объясню по-простому Ладно там Да, мотивы нам изучать Прогресс двигать Понятно По-простому объясню Хотя бы для того его надо изучать Чтобы какая-то угроза Те же астероиды Если с космосом Там последуют Мы хотя бы были подготовлены К этому Понимаете То есть в любом случае В космосе работать надо Хотя бы для защиты человечества Такую глобальную выдвинул Рафаэль Дурмянов подошел Рафаэль, приветствую Спасибо за пожелания Давно тебя не было Юлия С. пишет Олег, я слушаю вас записи Я не потерялась Юлия, спасибо большое Что вы в записи Слушаете Мои стримы Спасибо вам Провинциалка Если все запретить То что от Ютуба останется Провинциалка Ну как Ютуб он останется Он будет вещать на Зарубежные страны Просто на Россию его заблокируют Вот и все А Ютуб останется У нас его не будет К сожалению Возможно Но я все-таки Верю В благополучный Сценарий Мне хочется верить Что Ютуб все-таки Останется Мне хочется верить Что весь этот Кошмар Скоро закончится Все вернется на Круги свои И потихонечку Мы будем выстраивать Дальше И Ютуб в дальнейшем Будет работать Мне кажется Так Андрей Я понял Что ты пишешь Только немножко Неправильная информация Ютуб разбанил Соловьева То есть Соловьев Опять выступает Канал в Ютубе Его работает То есть его вернули Канал Соловьева В Ютубе Работает Можете посмотреть Они официально объявили Что мы возвращаем Рафаэль Я тебя понял Ну дела Понятны все Рафаэль Понятно Что поделаешь В общем еще раз повторю Как из новостей Ютуб там нашел Какие-то Ролики Которые Пропагандируют Какие-то там Нападения на что-то Давайте не буду Словами говорить И вот Попросил Не попросил А потребовал Как написано было Последнее предупреждение Во-первых Убрать эти ролики Отфильтровать Полностью Весь континент Убрать И дали на срок Неделю А путешествие на Марс Будет Не переживать Я имею ввиду На нашем канале Мы с вами на Марс Обязательно Отправимся В Минесаеве На Марсе Мы будем В любом случае У нас же Вы не забывайте У нас же есть страничка На нашем канале Страничка астрономии Мои подписчики Прекрасно помнят Когда про кометы Мы смотрели Изучали В дальнейшем Я думаю В этой страничке Мы коснемся И Марса Посмотрим Что там на сегодня У нас Как эти пять аппаратов По Марсу Перемещаются Передвигаются Рассмотрим Каждый аппарат Особенно Меня интересует Curiosity Который уже получается Восемь лет В этом году Восьмой год Уже путешествует По Марсу И до сих пор Зарядки Его батарей Хватает Екатерина Если возникнет Общая угроза На планете Сразу все померятся Забудут про войны Люди не ценят Что имеют Екатерина Я с тобой Совершенно согласен Когда общая угроза Человечества возникнет Плюнут на все границы Разногласия И так далее Все постараются Быстрее объединиться И найти решение Но понимаете Одно дело Искать решение Другое дело Быть к этому готовыми Поэтому космос изучать В любом случае надо Все понимают Что любой Более-менее Крупный астероид Если прилетит Мало не покажется всем Это угроза Это угроза цивилизации Посмотрите фильм Фантастический Что происходит А надеяться на то Что где-то под землей В убежище Там кто-то отсидится Но это Наивно об этом говорить Никто не хочет К ядерной зиме Возвращаться И к гибели человечества Поэтому в любом случае Это надо Постараться Хотя бы Предугадать И какие-то меры Выработать То есть грубо говоря Проще объясню Чтобы была написана Выстроена Дорожная карта По нашему процедура То есть в случае Таком-то Начинаются Такие-то действия Чтобы были уже Хотя бы готовы Отклонить от орбиты Астероид Допустим Увести его куда-то Возможно Драгон Стойкович Приветствую тебя Виктория Чайка подошла Здравствуйте Виктория Спасибо за пожелание Да Драгон Понял тебя Космические стаканы Наливайте Да Поехали Роман из Санкт-Петербурга Приветствую тебя Дружище Здравствуй Спасибо что пришел Ну я думаю Иван Семенов Как знаток астрономии Справится с навигацией Будет хорошим астронавигатором Для нашего корабля Надежда Матюхина пришла Надежда Матюхина Здравствуйте Татьяна пишет Мне бы хотелось Чтоб люди научили Жить на земле Жизнь на земле Беречь мирно жить А космос осваивать В дружбе легче Татьяна я с вами согласен Действительно Даже посчитать ресурсы Скажу так Если бы не это гонка вооружения Постоянно нарашивание И выработка новых видов вооружения Давно бы можно было совместно Колонизировать Марс Построить там какие то модули В любом случае И начать изучение А так все деньги на оборонку уходят Естественно что там на космос остается Зон запустить какой нибудь робот Ну и все Просто межзвездное путешествие на другую планету Очень затратное дело Ну космос всегда привлекал человечество Вы же понимаете Люди издавна Смотрели на небо и хотели понять А что там что дальше Одни мы в этом мире межзвездном Или еще кто то есть Естественно люди будут всегда к этому стремиться Естественно И понятно что Когда техника начинает все больше и больше Совершенствоваться Вот уже наши аппараты Наши я имею ввиду земные Вы понимаете о чем я То есть наши пять аппаратов уже На поверхности Марса На поверхности Марса работают Достижение Достижение Причем у одного аппарата Даже есть маленький Геликоптер Вертолетик Ну типа Типа квадрокоптер То есть он может На какое то расстояние Отлетать с камерой Снимать там Снимки отправлять Достижение Достижение Только там Частота вращения Лопастей Подобрана специально Атмосфера На Марсе Немножко другая чем земная Поэтому чтобы Ему оторваться Двигаться Там немножко Частота вращения Лопастей Подобрана Немножко по другому А так летают Показывали Взлетел с аппарата Пролетел Снял снимки Сделался Какие то вернулся По моему уже три полета совершил Насколько я помню Могу ошибаться На память Не помню сейчас Вот этот Маленький геликоптер Вот представьте Раньше об этом мечтать Даже нельзя было А сейчас на Марсе Пять аппаратов ездит Вовсю Ездило бы больше К сожалению Один с келлача разбился Потом еще один Два аппарата разбились А поверх С парашютами системы Были проблемы Так бы семь аппаратов Работало Два разбились к сожалению Марина из Калининграда Столь Я вас не видел Год наверное на своем канале Ну не год Меся 8 вас точно не было Куда вы подевались Расскажите пожалуйста Натали Миниченко Красноярск Улица 9 мая Приветствую вас Натали Здравствуйте Альбина подошла Альбина приветствую вас Марс Марсианки пока не было Альбина Должна подойти Татьяна пишет Дятловцы наверняка мечтали о полетах на Марс Провинциалка Ну о полетах я не Наверное нет Но в любом случае Они в своих разговорах Это обсуждали То есть говорили об этом Естественно Как инженеры будущие Понимали Вы же не забывайте Что на момент похода дятловцев Уже Наш первый спутник Запущенный 4 октября 57 года Во всю Как бы Землю облетал Работал какое-то время То есть первый спутник Отработал свою уже На орбите Все понимали Что следующий шаг Это полет человека И дятловцы прекрасно Об этом знали Да мы были первые Вывели спутник В 57 году 4 октября Ну потом Постепенно Американцы тоже Свои начали выводить Но мы были первыми Так Марина Калининград Здравствуйте Олег Сильно вязанием увлеклась Еще раз днем рождения у вас Марина Спасибо вам большое Спасибо что помните Что поздравили Вязанием увлеклись тоже неплохо Хорошие вещи вяжете Наверное Маргарита подошла из Санкт-Петербурга Маргарита вы наверное Опять в красной кофточке Подозреваю Здравствуйте Да Как всегда Понятно Маргарита Я вас в этой кофточке Видел на конференции Санкт-Петербурге 14 августа Да Хочу сразу напомнить Еще раз Кто У кого есть возможность Можете помогать Моему каналу Мысли об истории Вверху Закрепленные данные Карта Сбербанка Счет PayPal Можно через сервис Донат Алерс Тоже работает Нести свои пожертвования Буду очень благодарен И не могу конечно Спасибо за помощь Не поблагодарить Светлану Владимировну L Наталью Владимировну B Надежду Юрьевну M И Алексея Николаевича F За помощь моему каналу Спасибо вам большое Вы очень помогли Очень вам признателен Так Зрители собираются Пока еще не все Ждем остальных Да Татьяна Сахалин Спасибо за напоминание Лайки тем не менее Ставьте Все таки для продвижения канала Не помогают Еще раз повторю Мы все надеемся Что Ютуб не закроют В случае закрытия Ютуба Сразу всем объявляю Наверное все уже знают Ищите мой канал Наш канал Мысли Он будет так же называться Мысли об истории Возродиться вновь Пока на Яндекс Дзене Пока на этой площадке Ну когда Ютуб Если его закроют Сразу все увидят Понятно все Да Маргарита Спасибо за напоминание Может кто-то пришел Забыл поставить Можно выйти из чата Поставить лайк И снова зайти В любом случае Лайки это не деньги Это просто Продвижение канала В общем Списки Помогает Влияет на количество Просмотров И так далее Чтобы кто-то еще посмотрел Кто-то первый раз Кто-то случайно наткнется Как мне многие пишут Вот случайно наткнулись И остались Так у вас интересно Одна мне женщина С Украины написала В комментариях Вы ведь знаете Я много видела канала Но когда я к вам пришла На стрим Просто послушала Даже не писала Я удивилась В вашей такой интересной Доброжелательной атмосфере Никто друг друга Не накидываются Не ругаются Не кусают Не оскорбляют Это просто Это просто Было удивительно В этом море зла Ваш канал Вообще отличается этим Это ее слова Я цитирую Не я это придумал И она так и написала Хорошо Говорит Что на вашем канале Нет политики Это особенно Отличается Говорит Конечно же Я останусь на вашем канале Еще другим Говорит Расскажу Чтобы приходили на ваш канал У вас просто удивительная атмосфера Такие люди добрые Как-то общаются Говорит по-людски Прямо удивительно Очень Говорит Отличается От других каналов Она была Удивлена В шоке Можно сказать Вот Мнение человека С Украины Конечно Я ей написал Что Поставалась Спасибо за ее слова Но Сильно удивилась Она говорит Я такого Вообще не видел Ну если люди приходят и остаются Почему Наверное им Это нужно Нужна эта площадка Почему бы и нет Никто Никто же не заставляет У нас Все добровольно Все вы знаете Подписался Отписал Все спокойные Ходят туда-сюда Поэтому Никто не заставляет Да Татьяна Совершенно верно Это не на другие На другой канал Понимаете Я изначально Когда задумал этот канал Изначально Я прописал Эти правила Поверьте Эти правила нужны Не нужна анархия Как показала Практика Анархия до хорошего не доводит Нужны правила И правила Эти просто надо соблюдать Вот и все Они не сложные Простые Все вы их прочитали Они всегда расположены И сейчас Они находятся Внизу Никто вас не гоняет Драконовскими методами Зрители Просто простые правила И все Общайтесь по-человечески Без перехода На личность Поэтому Если кто-то хочет Поругаться То это не то место Где надо это делать Да Вот Рафаэль Абдумянов пишет Олег я тоже случайно Накнулся на твой канал Да Каналов много У нас же демократия Все ходят Везде Смотрят Кому где нравится Где-то понравился Понравился Остается человек Не нравится Уходит Никого за руку Никого силком не тянет Ну И еще хочу сказать Вот я просто понаблюдал Да ради интересов На многих каналах По перевалу Дятлова Пошел отток То есть люди просто ушли Причем уходят массово По 20 По 30 По 70 По 50 человек А вот вы будете удивлены У меня У меня люди не уходят С моего канала Наверное Наверное это о чем-то говорит Да Рафаэль спасибо Мне понравилось Я остался Естественно Рафаэль Человека же никто не будет заставлять Если нравится Человек остается Не нравится Уходит А если человек остается Ну наверное ему интересно общаться Тем более понимаете На многих каналах Например не разрешают Между собой там что-то обсуждать Общаться Видеоблогеры Ругаться начинают И так далее Я же сказал Своим подписчикам Пожалуйста Это площадка для общения Естественно канал Это не просто исторический канал Вы сюда приходите С кем-то общаетесь С кем-то здороваетесь Кого-то знаете уже Не забывайте что Завязываются связи Знакомства Люди с друг другом Потом И вне стрима Начинают общаться Почему бы и нет Наверное это неплохо Да Маша Привет из Москвы Приветствую тебя Да Татьяна спасибо Мы к вам как к добрую соседу приходим Понял Татьяна Заходите на огонек Понял Спасибо Вот Екатерина пишет Олег мы здесь душой отдыхаем Ну Ну и хорошо Катя что раз душой отдыхаете Раз приходите Конечно жалко Когда если ютуб закроется Естественно подписчики Потом Все сразу Они же все закроют Все медным тазом накроется Как говорится Придется начинать заново Все и так далее Но надеюсь Подписчики не разбегутся Все таки Вернутся на канал Просто запомните Это название Мысли об истории Если ютуб закроет Ищите Яндекс дзене Прямо в поисковике Забьете И найдете мой канал Альбина Потому и не уходим Олег ты у нас умный Командор А глупого У глупого бы не остались Альбина Спасибо большое Спасибо что меня умным назвали Спасибо Вера Морева Ваш канал самый интересный Спасибо что вы есть из Липецка Вера Морева спасибо большое У нас еще из Липецка есть Надежда Юрьевна Морева тоже Ваша землячка Наша подписчица Так вот Татьяна Тади подошла Ждал вас Город Пушкино Ленинградская область Татьяна здравствуйте Всем доброго настроения Олег Мы очень уважаем тебя И благодарны за твою работу Татьяна Спасибо большое Спасибо что вы приходите Знаю что вы болеете Ну что поделаешь Потихонечку надо как то Вам я здоровья Татьяна От всей души желаю Да Драгон стоишь Согласен Мазохистам туда прямой путь И не только мазохистам А психически больные Тоже там В особой привилегии пользуются Александр Лагвин подошел Александр здравствуйте Город Салават Башкирия Олег и чат Приветствую Смотрю на работе На вы сейчас В командировке На севере Сахалина Понял 30 км от Татьяны Зима не сдается Метель метет Штормовое предупреждение Жаль Санкции скорее всего Нас коснутся Да понятно Александр Санкции все Уже коснулись О чем вы говорите Понятно все Ну вот Александр проживает в Башкирии В городе Салавата Сейчас на вахте находится На севере Сахалина работает Но смотрит мой канал Спасибо большое Александр Вам Недалеко от Татьяны Нашего модератора Находится 30 км всего Александр Лагвин Могли бы и заехать Татьяну проведать Если с работы Отпустят у вас Как там По времени Она была бы рада Наверное Вот Евгений К Подошел Сосед мой Из Кузбасса Евгений К Приветствую вас Приветствую Кемеровская область Всегда рад вас видеть Так Уже собираются потихонечку Да Друзья еще раз напоминаю У нас сегодня стрим на свободную тему Посиделки То есть мы Обсуждаем какие то вопросы Вы можете задавать вопросы Я на них буду отвечать Так Подписываю за вас Понимаю Болеете Надо потихонечку Все таки здоровье поддерживать Вам Да Погода разная В Турции Снегом Пишут люди Ну это аномалии Это последние Сдыхания зимы Наверное Александр Олег правильно подметили Закрытое Александр ну я так и понял Просто мне приходилось Летать в командировке На вертолете Тоже Гевахтовым методом Люди работают Да там Закрытая Закрытая местность Поэтому Естественно вас не отпустят А так как обидно конечно 30 километров Были в городе Аха Зашли бы к нашему модератору Нашего канала Татьяне Сахалин Вот бы она удивилась бы Я догадывался что у вас там Своя дисциплина Что закрыты Понятно Ольга Альдурмянов Все хорошо Олег Очень приятно Ольга понял Ну Ольга Николаевна Ольга Уж извините Назову вас Ольга Не обижайтесь пожалуйста Инесса У меня даже голова Закружилась от географии Участников чата Крепкого здоровья Благодарю за такое отношение К друг другу Инесса Спасибо за ваши слова А по другому У нас и не будет Мы ко всем Относимся по-доброму Неважно где человек Проживает В какой стране В каком городе Мы стараемся Относиться по-человечески К людям Это Это здесь всегда было И будет Ну вот Валиева Эльмира Из Кыргызстана Подошла уважаемая Наша подписчица Эльмира Рад всегда вас видеть Здравствуйте Спасибо вам тоже Доброго дня Эльмира Кошка Пышка В Бишкеке холодно Вчера снег шел Сегодня ходила на базар Замерзла Ну Татьяна Это все таки Последняя Весна Весна Я думаю Скоро у вас хорошо станет Понятно Перепады Горы Скоро будет тепло Да Эльмира Хорошо Рад вас всегда видеть Знал что вы придете Потому что сегодня будет интересно Вот уверяю вас Эльмира Вы сегодня пришли не зря Послушайте Посмотрите Сегодня мы общаемся Будет у нас специальный гость На подходе Еще раз повторю Рубрика открытый микрофон Сегодня будет Она будет И дальше далее продолжаться Будут у нас еще гости Интересные очень В эфире Просто сегодня выходной Зрители постепенно Не все еще подошли Собираются Не так быстро Сейчас все соберутся Как раз Мне вообще вчера сказали Что ютуб сегодняшнего дня Не будет работать То есть уже шансы были вообще К нулю эфира Я все думал Ну хоть бы эфир успеть провести Ну вот видите Пока слава богу эфир идет Надеюсь что Проведем мы сегодняшний эфир успешно Инесса пишет У нас в Минске прохладно Но солнечно Старшая кошка привела Младших Уложила на собаку Будем слушать вместе Понял Инесса Как у вас интересно Старшая кошка Младшая кошка Прямо иерархия целая И собака еще А что вы удивляете Иногда смотришь Коты Коты Внимательно Собаки телевизор смотрят Все слушают Прямо как будто что-то понимают Но картинку видят они В любом случае Им интересно Кто-то на слух Воспринимает Слушает Очень многие животные Любят Далее напишет Глядя на мороженое Мне стало еще холоднее Но пока Прохладно еще у вас там Да Кошка пышка Я с вами согласен Хорошие мысли притянут Хорошие события Согласен А Инесса старшая Потому что первая Ну понял вас Остальные после нее Ну да просто Инесса звучит так интересно Старшая кошка Младшая средняя кошка Прямо как у вас По иерархии Как в армии Далее напишет Зато все дружные Действительно Марина Ацеховская Подошла Марина здравствуйте Помню вас День добрый Ютуб глючит у меня Только на старом телефоне Все вижу Всем здоровья Благополучия Удачного стрима Марина спасибо большое Спасибо что вы Хотя бы со старого телефона смотрите Рад вас видеть Маша из Москвы пишет Скоро будет тепло Держитесь Да надеемся Все таки Тепло наступит Уже Зимнюю одежду у нас С себя наконец-то Все поснимаем От которой За долгую зиму Уже устали Мерзнут неохота Лед на дорогах На тротуарах Люди падают Гололед страшнейший Тяжело очень ходить Может в начале апреля все таки начнет таять Сегодня посмотрел в окно У нас снег опять идет Но весело Белыми хлопьями опять закидало Татьяна пишет Самой любимый кот Барсик Бежит к телефону Когда он звонит И трогает лапкой Мой домашний клон Ничего себе Татьяна Кот у вас Бежит вперед Телефон схватить хочет Конечно Вы ему сделайте наушник на резинке Прицепите к уху поближе Пусть отвечает Мяукает в ответ Они же на звуки очень реагируют Кошки особенно Вера Муря Апрель не за горами Да Все таки надеемся Что тепло настанет Все это начнет таять Думали вот сегодня 19 марта Но что то Весны и близко Что то нет пока особо Лед на дорогах Лед на тротуарах Везде снег Солнце светит но не греет Знаете так Вера Мурева То есть в обед выйдет солнышко Вроде А к вечеру раз опять И заморозки Все замерзает Надежда Матюхина Так держитесь Скоро лето Да Хорошая песня кстати Митяева Скоро лето Спасибо напомнили Надежда Матюхина Драгон пишет Март блин хуже января Да Март непредсказуемый То ветер То снег То продувает А денешься легко Продует Как одеваться Маша пишет Маша пишет Я уже хотела В начале марта Убрать пуховик Теплые ботинки Было тепло Хорошо А потом опять Минус холодно Не убрала ничего А в следующей неделе Плюс 8 Обещает Вот может уберу пуховик Да Маша Понятно Но у вас в Москве Немножко пораньше Мы то только в апреле месяце Пуховики будем снимать Вот Татьяна пишет Точно он за наушниками охотится Любимая игрушка Ну вот дайте ему какие-нибудь наушники Пусть балуется Наталья Менченко пишет У нас нет снега Но тоже скользко Наталья в Красноярске Я понял у вас А у нас все есть И снег есть Еще и скользко Все в куче И ветер холодный И подмораживает постоянно Юлия подошла Юлия здравствуйте Приветствую вас Эльмира пишет А у нас 21 марта Будет праздник весны На Рус Новый год После этой даты Должно потеплеть Надеемся Ну здорово Здорово 21 марта значит В Кыргызстане Да Александр Лагвин пишет Пришел марток Одевай 7 порток Очень хорошая пословица Погода Непредсказуемая Правильно Драгон написал Так Роман Кузьмин Подошел Роман Кузьмин здравствуйте Давно вас не было Очень давно Ну Рафаэль Рафаэль А я в последнее время Заметил у нас люди Открылись Добро любви Вероятно нас изнутри Может разморозить Только ощущение тревоги За кого-либо Инесса Ну Скорее всего Да Я с вами соглашусь Действительно Когда человек Каком-то беспокоится Действительно Как бы становится Заметно Человечный Как сказать Мягче Добрее Согласен с вами Просто понимаете Инесса Мы вот в этой суете Каждодневной Постоянно Все быстро Все надо Все эти дела Часто забываем Обо всем этом Так Николай подошел Трудящийся Город Ивдель Приветствую Николая тебя На вахте Минут 15 есть Появился интернет Наше время Канал самый лучший Долгой жизни Спасибо Николай Вывдели Все плывет На солнце плюс 20 Ну ничего себе Тает все Вывдели Понял тебя Николай Если Ютуб закроют На Яндекс Дзене Ищите мой канал Он будет так же называться Мысли об истории То есть Есть Угроза большая Что Ютуб все таки закроется И чтобы нам всем не потеряться Николай Телефоны у тебя есть Почта У меня есть Твоя Канал будет На Яндекс Дзене Пока На этой площадке Марина Калининград Олег Я тут с вами Никуда не делась Как остановилась На ваш Так и осталась Меня сложно свернуть С пути истинного Понял Марина вас Понял Марина как ваш сын поживает Вы тогда о нем писали Надеюсь все нормально Ну Драгон интересно пишет Надо пить под крышей Тогда Аллах не видит Ну интересно Так официально пить нельзя Да Спиртное А под крышей Аллах не видит Да Рафаэль Олег согласен с тобой Такое впечатление Что мы у Джона в гостях живем Да Кошки они Сами по себе Хоть Собственники Тем более Говорите у вас Характерный такой Марина Калининград Олег спасибо Сын работает Учится на программиста Ну здорово Отличная специальность Рад что у него все хорошо Марина Я помню вам Про вашего сына Вы рассказывали Инесса Ивина Наша кошка собака Любит классику слушать Только что Льва Толстого не взлюбили Анна Каренина Не поняли Как граф мог женщину Под поезд бросить Понятно Для животных Инесса Действительно Анна Каренина Это такое произведение Что кошка собака Кошка и собаки Не понимают Лана Градиль подошла Лана Градиль Здравствуйте Рад вас видеть Драгон Молодец Хорошо написал Под крышей Аллах ничего не видит Так Все Зрители собрались уже Сейчас Сейчас у нас будет рубрика Открытый микрофон Друзья Думаю вам будет это интересно Потому что я всегда стараюсь Чтобы моим зрителям было интересно на этом канале Сейчас рубрика наша откроется скоро Екатерина пишет А у меня котик любит шариком под попрыгунчиком играть Попрыгает за ним высоко Зубы Несет Себе как собачку Чтоб снова кинули Понял Ну он играть хочет естественно таскает Ну здорово и грунт такой Андрей Андрей Севков подошел Уважаемый Андрей Приветствую тебя Рад видеть Привет с Урала Передает Андрей спасибо тебе Привет Тоже Тоже Наш подписчик Располагайся Андрей Сейчас будет открытый микрофон у нас у рубрика Понравится надеюсь Ольга Азарова Приветствую вас Спасибо за пожелание Ольга Азарова Вы смотрите нас с улицы Софийская района Обгеса левый берег Я понял вас Роман Кузьмин Нужно не ютуб закрывать, а не потребную информацию Что раздражение ума, сердце и плоти Роман Ну там же руководство есть в ютубе Оно решает, понимаете Не люди Какой контент выставлять Вот Роскомнадзор предупредил Последнее предупреждение сделал Но что-то они так грозно написали Роскомнадзор Что прямо Не дай божи Хоть там одна картинка и все Какая нибудь вылезет на ютубе Все сразу Безоговорочно Навсегда Блокируем на территории России Вещание Но такая политика Вы все знаете Инстаграм закрыт Твиттер закрыт Фейсбук закрыт Тут Все закрывается Постепенно Но будем надеяться Что все таки ютуб останется Еще раз повторю В 151 раз Хочется надеяться Ну а если все таки закроют Все вы знаете что делать Идете на Яндекс Дзен На платформу И ищите канал Мысли об истории Мой канал Возродится там По названию сможете найти Драгон пишет Да он в России Два канала ТВ хватит Но когда то было два канала Маша сказали что через VPN все работать будет Но видимо не все знают Маша про VPN уже не знает Только слепо глухонемой И уже часть VPN начали блокировать Кто не знал Наше управление К В России я имею ввиду Так что VPN это не выход Уже до VPN добрались Так что это Временная мера Не более того Вчера некоторые зрители попытались воспользоваться VPN И потом пишут И потом пишут что оказывается VPN закрыли Некоторые из VPN закрыли Их несколько там Все вы знаете Часть VPN уже заблокировали Да Драгон платные А бесплатные воруют данные Тоже это не сахар конечно Согласен Трудящие Олег даже спорт сделали Политикой Ютуб для людей Почему люди хорошие Должны страдать Сколько можно зависеть Николай Но к сожалению не мы решаем От нас ничего не зависит Понимаешь Да Ютуб это глоток свободы Самое главное это глоток знаний Во всем этом мире Знания Ютуб давал знания Там можно было найти все Себе по душе каждый находил И надеюсь что все таки не закроют Маленькая надежда Теплится последняя Да Андрей Севков Нормальная тема Только надо импортнее Но часть VPN Вот управление Заблокировало Вчера буквально разговаривал Говорит захожу по VPN А он уже все Кирдык ему пришел Итак друзья Сейчас у нас будет Рубрика открытый микрофон Придет Известный человек К нам В эфир Все вы его Надеюсь все вы его знаете Кто не знает сегодня Познакомиться Вы сможете задавать ему Свои вопросы Он ответит на все ваши вопросы Конечно же То есть сегодня в эфир Мы вместе проведем Сейчас Сейчас этот человек придет Уважаемый человек очень Роман Кто знает буквы Кто знает все Слава Ас и буки Да Роман Кузьминцев Да Ас буки Ведик Лаголь Древнерусскому Вернемся Драгон Стойкович Минутку Внимание Сейчас все услышите А вот и он Да секундочку Да Слушаю Да Слушаю Олег Здравствуй Ага Сейчас я Объявлю Да Слышно Нормально Да Ну У меня Запас Еще раз Повторю С новостей Угу Я понял Так Друзья Сейчас я Объявлю Сегодня наш гость В рубрике Открытый микрофон Это Дмитрий Юрьевич Киреев Известный Исследователь Темы Детловидения Предприниматель Меценат Патриот Своего края Проживающий в городе Серове Сегодня он Будет с нами В эфире Расскажет Много интересного Вы сможете Задать ему вопросы Он ответит на эти вопросы Вопросы Вместе со мной Дмитрий Юрьевич Вам слово Да Сейчас секундочку Немножко Лиза бегом ко мне Алло Да Дима Ты в эфире А ну Добрый Добрый день Добрый день Сейчас у меня тут Небольшая накладка Я дочку позову Ага Почему-то у меня идет Твой эфир С большим запозданием Ну Наверное надо Перезагрузить Возможно Возможно Да Друзья Сейчас техническая маленькая Это Три секундочки Синхронизировать Чтобы все Да да Дима нормально занимайся Друзья Сейчас по технической причине Небольшой Все восстановим И Дмитрий Юрьевич Будет в эфире Впервые сегодня Он проведет вместе со мной эфир Он проведет вместе со мной эфир Еще раз объявляет Человек проживает в городе Серове Работает И следователь группы Дятлова Человек проживает Человек проживает Да Не ну зрители тебя Зрители тебя слышат Хорошо Вот Сейчас я попробую Чтобы мне видно было Ваш эфир Второй телефон Мне . принесет Я понял Ну Дима ничего страшного Ничего страшного Если что Я щата тебе сам Вопросы прочитаю Не переживай Давай попробуем тогда вслепую Давай Я слышу только тебя Хорошо Здесь телефонную трубку Зрители тебя слышат И Порядок Какой должен быть Моего рассказа То есть Как мы с тобой вчера обсуждали Рассказать все таки как Как добираться Добираться до перевала И все Все что с ним связано Да Как там на самом деле Все вот это вот обстоит Ага И чтобы Ну Такую как бы Пошаговую инструкцию Для тех Кто все таки захочет туда съездить Да Да Значит Ну А справная точка Как и в те годы О Вот Я с телефона Так Напишите в чате Вам хорошо Дмитрий Юрьевич Слышно Напишите в чате Вам хорошо Дмитрий Юрьевич Играем Так Инессова Здравствуйте Да Инессова Поздоровалась Да Инессова Поздоровалась Лена Кипр Поздоровалась Ну Вчера Ну Ладно Давай Не будем Обращать внимание Значит Отравная точка Это все таки Поселок Лежай В общем то Это как бы Последняя такая точка Цивилизации В нашей Свердловской области Вот Для тех Кто поедет Говорю Есть там такая база Чисток Создал ее Житель Краснотурецка Зовут его Василий У него есть сайт В интернете Ну и с ним Сговариваться Если так То Это нужно Писать в WhatsApp Там Пять больших Таких номеров Комфортабельные Теплый туалет Душа нет Но есть баня Всегда С похода Когда возвращаешься То есть Можно вот Ломаться И Расстояние Само до перевала Последний раз Мы когда ездили В феврале На спидометре У меня До точки Прямо туда 102 километра Но когда обратно вернулся 203 километра Общий пробег Ну где-то 100 с мостиком Вот Самого этого Станция И Такие Контрольные точки Это поселок Ушма Мансийский поселок Ушма И Перед Самим Перевалом Это База Ильича По километражу Значит И До Ушмы И до Ильича Есть две дороги Это По реке И По земле Ну С переездом Двух рек Ушмы И Малой Тошемке Значит Вот прямо Говорю Летом Как ездили По километражу Там есть Карьер Разрабатывается Дорога Отвижая Сначала Идет В южную сторону 16 километров Вот до этого Карьера Потом Дорога В общем-то Хорошо Обслуживается Так Но По этой же причине Зимой На снегоходах Там В общем-то Ездить Это проблематично Она Вот Настолько Укатана Как Прям Как Асфальт И Снегоходы Конечно От этого Страдают И пользуются Пока река До конца Не встала Мы в декабре Ездили С Проводником С Федором Вот Именно По той Дороге Ну а потом Относительно До Тошемки Километров 7 идет Тоже Эта дорога Мало использовала Вот Идем До Малой Тошемки И потом Практически Практически Вот этот Путь идет Тоже По этой дороге До Поселку Ушма Значит Минусы какие Были Пришла Вот эта вот Анкетка Как она ЛГБТ Нет МТЛБ Малый тягач Лекобронированный МТЛБ Да Ну вот этот Малый тягач Прошел Чтоб там Лед поломать Не намораживать Разворотил Эту всю дорогу В Середке Прошел еще Урал Вариантов то не было Потому что река еще не стояла Ну вот и по этой перепаханной дороге Вот мы вот ехали Мы учились И Ездили мы вот Когда мы ездили В декабре Ночевали Поселок Поселок Ушмар Значит Как заночевать В этом поселке Вообще-то проблем никаких нет Там есть Таксофон Многие про него видели В интернете И в общем Рядом с этим Таксофоном Дом Валерия Я как бы спальник с собой такой Хороший брат Полы у них теплые Печки тоже в доме теплые Ну даже жарко было Они очень любят все украсить Пол у них покрашенный Пол делают двойной Сначала делается на стил Потом Это все опилом засыпается В подвалах У них где там И фундаментов нет Естественно И потом уже Вот этот вот Основной пол Поэтому на полу спать Смело можно Как бы и не переживать Что замерзнешь Значит Еще вот такой момент Перед Поездкой Ну я с собой взял И бутылку коньяка И бутылку водки С Федором Он говорит Ну что будем брать Он говорит Да нет я не пью Но я в принципе тоже мало пью То есть Брать не стагать Значит Впоследствии Это очень даже Такой правильный Поступок оказался Потому что Как увидели Местные что мы там Поселились Сразу Пошли Желающие Похмелиться Ну Потому что Вот У нас вот Не было Похмелиться Нам нечем было И Федору то говорю Ну вот смотри Я ж тебе говорил Давай возьмем Что то как то Вот могли бы людям Помочь Он говорит Да и слава богу Что не помогли Потому что Если бы Помог одному Выхождение бы До утра бы Начались бы Короче Мы бы вообще И не поспали бы А то Я только Всю ночь В костях На телефоне Сейчас Сейчас Отлично Прям отлично Ну все Я зато могу это читать Да конечно Ну я буду Как совмещать Вот эти две поездки И декабрь И февраль Может быть И летней Вот так От августа Начнем Расскажешь Ну в августе В принципе Мы вот ездили По той же дороге Только Естественно Ну летом Только по земле Можно ездить Ну вот на таких На обыкновенных соболях Своих вы поехали Да Ну да То есть специальной подготовки У этих соболей не было На два соболя Я шнуркель Установил А вот я пока На экране их показываю Твои машины Да Шнуркель Это такая труба Которая воздух забирает Ну чтобы не было Ну захлеста что ли Чтобы не попадала вода В воздухозаборник А одна машина была Без спецподготовки Просто с конвейера Вот так вот Угу И мы просто Вот этот патрубок Который идет На воздухоприемник Отцепили его И подняли там На максимально Высокую точку Ездили мы в августе Реки конечно Уже в то время спали То есть Если кто летом собирается Такие вот машины Как Субарики Ну они просто проходят Там в легкую Все вот эти Ну вот Только не эту лужу Вот эта лужа Перетал спи Она из водных преград Самая такая Серьезная Оставалась Потому что там Два рукава Левый и правый Я первый Поехал Там уже по левому Ну где-то до полика Там у меня Метр Метр десять Наверно было То есть мы ниже этого уровня ушли И потом уже на задней передаче Я с этого левого рукава Вылез Когда дверь открыл Ну это так вообще Когда вода вытекает Из машины Это как бы Эффектно смотрится Но никто не заснял это Это вот сейчас База Ильича Все это вблизи было Нам не повезло Мы не могли выжидать Мы поехали Когда в этот день Начались дожди То есть вот Там же дорога проходит По такой Ну горы Многие уральские горами Не считают Но все равно Это такая горная местность И как бы Просто Дороги в реки Превращаются И В общем-то И одежда Такая Непромокаемая Но к вечеру Все равно Полностью весь сырой Находишься Это вот на базе Ильича Мы там Хорошо у нас Вот эти соболя были Мы прямо в них ночевали Вот Стоят вот здесь Вот эти Большие квадроциклы Соколы Один Один Сейчас мы их А Один Такой квадроцикл Сатана назывался Вот Они могут даже Плавать Но Я не знаю В такой точке Вот на этой открытой технике Конечно было ехать И в тот день В общем-то Вот эти вот Ребята Они На своих больших колесах Не смогли на перевал Пробиться Ну видимо из-за того Что очень скользко было Ну а Мы в общем-то и рисковать не стали Но дойти до базы Ильича Это 22 километра до самого перевала Это в общем-то конечно Так Сейчас Весьма успешно Дмитрий Юрьевич Запустить А Это мы закроем Как раз Вот Дмитрий Юрьевич Смотри Ну да Вот это вот я рассказывал Перед этим Вот я вот Слева По левому рукаву шел Сейчас по кадру Он справа остается Ага И потом мы пошли Вот по этому праву Для подстраховки Вот эту машину Садко Тоже Федор нас сопровождал Ага Да Ну сразу цепляли Соболя на трос Ну вот на тросу тащит Да Не Она шла своим фоном Трос цепляли для подстраховки На всякий случай Потому что мы вот Да Потому что мы вот тут Прямо к острову К этому жмешься А Там буквально Какие-то сантиметры И если бы чуть правее Там Уже глубина такая начиналась А цепляли Тепо страховки для чего Чтобы ну если что Вот Ильдар раскатывается Сейчас увидим Ага Сейчас в кадр попадем Вот Ильдар раскатываешь Ильдар раскатываешь Здесь тоже ездил В августе с вами Сейчас Где-то здесь Сейчас он так Ну Ну цепляли На всякий случай Чтобы если что Потом по воде не лазить Там Ну как бы вот Вот Ильдар у нас Ага И в общем-то Ильдару нужно было Возвращаться в ухо Во вторник Ну и как бы там Сидеть Пережидать Погоду тоже не стали Но когда у нас наехали Погода уже просто идеальная была Большая группа в Ушме была Сергей из Санкт-Петербурга Вот как раз он с этой группой ездил Сейчас еще видели Он в конференции поездку рассказывал Так Сейчас следующее видео запущу Дима Рассказывай пока Сейчас еще про август У меня есть видео Ну вот если вот эту лужу брать Там километров через три Начинается брод Ауспи И сразу за этим бродом Называется Стоянка Пунцевича Вот пешеходные группы Многие оттуда стартуют Вот до этой стоянки В общем-то и туристов Порой забрасывают На этих На самых Как они там называются На вахтовках На вахтовках Да Олег вот написали Звуку видео Если можно Отключать Ну наверное лучше Потому что Кто знает Чего там могло В кадр попасть В принципе Как-то сказать Это такие Не для эфира Были съемки Ну вот Сейчас откроем Ну давайте Что-нибудь Тогда Еще что-нибудь Расскажу Я не знаю Но Ну давай Внимание Света не будем Включать Ну они Когда откроются Пусть они откроются И они будут появляться Я тогда буду и комментировать Да Я сейчас следующее Видео запущу Я просто его достать надо Ага И покрас Ну что Дорога была Дороги не было Шли по воде Получается Ну да Там очень сыро Там в общем-то Глубина такая Видно все Ну вот Эта же дорога Вот она Вот Которой мы ехали Летом Она 45 км Составляет До поселка Ушма Она составляет Дальше По земле 31 до базы Ильича И Как она идет То есть сначала На юг уходим Потом вдоль Чистопа И идем в сторону Ушмы Потом Огибаем Опять Чистоп уже С другой стороны И В общем-то Туда в сторону Ауспия Ауспия Она выходит Вот эта дорожка Дима Вот сейчас Прокомментирует Это вот Здесь видно Что это вот Бывшая Лежневка Бывшая Лесовозная дорога Вот все что от нее осталось Вот эти настилы Видимо из лиственницы Да Вот этим Ну Этому настилу Наверное уже больше Пятидесяти лет Кто не знал как Лежневка выглядит Вот ее остатки Да Ну уже по ней Тут не ездят И вот Внутри Под водой Там вот Поперечные вот эти бревна Остаются Вот поэтому и нужны Машины полноприводные Чтобы вот эти просто бревна Ну здесь мы вот так Бодренько идем Как можно по каналу Но на самом деле Там очень таких Дорог много И уже И не знаешь Порой что Уже как Приедешь что ли Плывешь Так сейчас Следующее сделаем Сейчас еще будет Видео Ну то что вы снимали По пути Так Да Ну вот Лужа то Где первая была Вот в том районе За ней начинаются Такие богатые кедровники То есть И все Все время Там и местные Кедр Собирают И евро Это вот Сатана Этот едет Они сами там ночевали Ребята Квадриках идет Да Он тут практически Ну как это Как плывет Ну да С пассажиром Вот он ездил Ну я хочу сказать Кто если Соберется вдвоем На квадриках Ну Вторым номером Я никому не советую Это кажется Что так хорошо Ну На самом деле Это совсем не весело К другому номеру ездить Никакого комфорта нет Но Ребята нас приветствуют Это уже когда мы обратно ехали Ага Сейчас еще добавим Сейчас Следующий Файл тоже Что вы снимали в дороге Вот он Интересный Думаю Вот этот моросящий дождик Такой вот Изматывающий Я говорю Вроде бы Вроде Курточки такие Водонепроницаемые Но Ничего не помогает И хотя мы большую часть времени За рулем проводили А когда Все равно Приходилось Выходить Вот Ты в кадр попал Да Ну У меня Армейская такая И Вечером я когда Переодевался Ну Полностью Все Попал Сырое Хотя Я говорю Большую часть В кабине Проводишь И тем не менее Промокли все То есть Там Как бы Я уже не знаю Вот такие люди Которые На открытом транспорте Ездили Там Только догадываются Может Здоровье можно было оставить Кто на квадриках ездит Так дождь вообще не прекращался Сутками Да Да Нам не повезло А потом Я смотрел Мы когда возвращались Уже прилично А на следующий день Очень просто Солнце светило Понятно Что эта сервис На дорогах осталась Но Это уже совсем другая У людей Поездка была Ага Сейчас Ну Немножко Отлегся Значит Ночевали Первый раз В декабре Когда я ездил В Ушме И за этот день Мы Удрились Окрутануться До перевала И обратно Это вот Ладно хорошо Сейчас расскажу про это Это вот одна из переправ Сейчас просто надо посмотреть Вот база Ильича А да Нет это не переправа Это вот база Ильича Бабушка им подарила Такой уазик Пуханка С кузовом Такая двойная кабина То есть Они шезлонги с собой взяли Мы с собой Привезли Нормально Столько дров Дрова Одалживали Но это же На базе Ильича Там слева есть банька То есть Ну Люди Кто хотел Они в бане Помылись Там можно Достаточно комфортно Останавливаться В феврале Мы на базе Ильича Ночевали Хотя в принципе Могли за один день Обернуться Но я оставлял Времени побольше Чтобы по пещерам Полазить Я не знаю Если получится Запустишь В общем то Вот От Ушмы Когда отъезжаешь Там небольшое расстояние И И Эльдара Асхатовича Была съемка Вот этой пещеры одной И вторая Значит Тут это не пещера Грот Это Китовая пасть В общем то И студенты Тоже Дятловцы Мимо этой Китовой пасти шли И Я в общем то Сомневаюсь Что они ее не увидели Ее просто не увидеть невозможно Тем более Двигаясь на лыжах Там даже Если вот В сумерках бы они шли Ну ее все равно бы увидели И до 78 года Эта пещера Китовая пасть Она в общем то Использовалась И как Ну Религиозное место Ну Да Религиозное место То есть там они молились И там они наверное И жертвоприношения приносили Вот Ну вот она Привет Китова Привет Китова Вот она да Еще раз Сейчас Так Ну может Медведь Хули шатун Нехуй девать Ну там это наверное Первая пещера Которая длинная была Ну 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 Виде Это 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 Там Там Ну Там Так Зашли метров На 50 И обратно Вышли Сейчас Еще посмотрим Там В лабиринтах Вот этих Еще не хватало В пещерных Лазить Но это опять к тому Что вот Многие говорят Ну вот Перевал Дятлова Там смотреть нечего Ну на самом деле Там есть что смотреть И самые красивые места Это вот именно По реке И Просто рекомендую Если кто соберется Зимой Чтобы вот эти вот Скалы Пещеры Были все доступные В общем Места такие Красивые Дима Это Есть Китовая пасть Там На Потолке Вот эти вот Кристаллы Образуются Такие интересные Они вот как бы Горный хрусталь Чем-то напоминают И когда Нечаянно Задеваешь Там вот Этого свода В общем-то И находиться Это страшно Потому что Ну такой огромный свод Такая большая площадь Ну понятно Что за много лет Ничего тут не рухнуло Ну Тут еще когда-то В первый раз бывает То есть как бы Вот этот огромный свод На психику давит Хочется быстрее выйти Да Вот она знаменитая Китовая Пасть пещера Да А там вообще Грод двухъярусный Где там Переход там На вторую ярусу Ну я говорю Я тоже Большого желания Нет там лазить И потом Вот это вот По весне видимо Заливает Там песок Речной песок На дне Но если начнешь Там лазить Конечно Там вывезешься Весь Да понятно Так Дива Поясни зрителям Где эта пещера находится Ну она Я сейчас не вспомню Но по-моему Где-то 11 километров От поселка Ушма Верх по Лозьве Ну я про 10 слышал Что вроде 10 километров Говорят Ну Может 10 Может 11 Верх по Лозьве Да Да Кстати Вот Дорога По Лозьве Вот Вижая До Ушмы Вот эта зимняя Она 41 километр Составляет По земле Она составляет 45 километров Ну как бы так Незначительно Но опять же Я говорил Что дороге вот этой Достается Там от карьерной техники Дальше Значит Уже Вот эти вот Ну кто проедет То Уралом Размотеляет То еще По реке конечно Намного приятнее ездить Ну Мы когда уже возвращались Уже похода такая Теплая была Ну Я практически даже Перчатки вот эти снял Они у меня Без перчаток Снегоходом рулил И Пытались Я в общем-то пытался Все скалы отснять Ну вот Лозьва она Вот скалы по краям Да Скалы по краям Вот Ребят Дятловцы вот здесь и шли Кстати Повозь Вот здесь Ну я практически Снял Вот все вот эти Пребрежные скалы Чтобы потом уже Искать Вот здесь Где дятловцы Фотографируют Да Вот Возле этой скалы Справа Есть фотография Похожая Рядом Ну да Учитывая Что ведь еще и лес подрос Тут и на корнях Начали расти деревья Ага Вот Немножко в протоке Тут видно Ну если будут там скалы Там скала такая Одна интересная То есть ее Нижняя часть Она значительно меньше Чем верхняя часть Ильдар про нее Тоже рассказывал В Мальсе в 20 веке Оленей нагнали Хотели ее Прокинуть Чтобы не ждать Когда она сама упадет Но что там какое-то Большое количество оленей Запрягли И в общем-то Ничего не получилось А скала стоит до сих пор В общем-то вот На этом месте Значит Ты Олег Сразу вспомнил Ага Когда мне не дошли Там буквально 1,5 километра Перевала Из-за того что Снег еще был сокучий Это в декабре В декабре Ездим Да У тебя в декабре Вот это ленихонная тропа Которая от вас Отмечает Ага Ну Ну Как можно Снегу снегоходом Просто 22 километра Да Идет она Да А вот Уже в феврале Уже большой поток Прошел Туристов И многие Ездят на горных снегоходах Я не знаю Какой смысл На этих снегоходах Нагорных Это техника Вообще Для другого отдыха То есть Она Там Где склонов Достаточно И вот Они всю Эту дорогу Испилили Они ее Видно Вот Что внизу Видимо Есть Снег Но Он такой Плотности Он Плотнее Пенопласт Называется Сейчас Покажем Практически Следы Человека На этом Снегу Не остаются И Там Хоть Снег Хоть Курумник Как По Асфальту Плотность Плотность Снег Нету Здесь Какие Лавины Смотри Ферновые Все Выдувают Почему Мы кранемся Потому что Очень острый Кровник Чтобы не повредить Лыжи Чтобы не повредить Гусеницу Гусянки Разорвать Можно Естественно Травмировать Очень можно Сильно На своем Армите Товарищ Мой Андрей На Линске 65 А Это Нас Федор Снимал Сейчас еще Покажу Короткие Видео Сейчас еще Будет Опять же К теме Перевала Дятлова Если Возвращаться Скажем Так Если Вы попали В какую-то Недружественную Ситуацию В лесу И Охранники Их делами Рассказывали Ездили Мы К Одному Товарищу Синякаеву Куда Зэки Убегут Собака 15 минут Настигает Никуда Не убежишь Представьте Вы попали В такую Недружественную Ситуацию И Я считаю Шанс На спасение Мог Один Вот По Курумникам Они Переходят С одной Горной Вершины На другую То есть Как-то Можно Было Условно Замести Свои Следы Но Их По крайней мере Не видно Почему Такой Поздний Выход У Когда Солнце Через час Водит Ну Если Вы Попали В трудную Ситуацию Вам Что-то Угрожает За Вами Не дай Бог Средят Часть Гармина Моего Видна Остается Только Один Выход Уйти На Курумник И По По Траверсам Может Было Было Безопасное Оторваться От Преследователей Опять К Вопрос Кто Тебя Преследует И Поставили Палатку Там Страшенные Ветры Ставить Вразрез Со Здравым Смыслом Пересидеть Ночь Там И Тебя Точно Просчитались Это Неизвестно Еще Ну Мы же спорить Не будем По крайней мере Это Реальное Объяснение Зачем Люди Пошли В это Время Зачем Они Поставили Палатку Дима Они Пошли По словам Иванова Но Ну Это Не факт Понимаешь Это Иванова Так Подумали Что они Пошли Три часа А Теперь Покомментирую Лучше Картинку Картиночка Это Вот Сам Перевал И Есть Вот Да Вот Вы Значит Вот Эта Гора Волочак Она На самом деле Имеет две макушки 1079 Это Более Южная Такая Макушка А Заходишь Чтобы попасть На перевал С Такой С Северной Скажем так Возвышенности И Между ними Вот Это Коромысло Образуется Между двумя Междуми Точками Это Перевал Да Мы Сначала Поднимаемся На одну Мешинку Потом В коромысло Спускаемся И Там По этой долинке Стоит Вот Слева От нас Это Место И Раздел А А Направая Туда Бежать Это Если Что касается Что Демонтировать Такую картинку Сейчас Сейчас Еще Будет Сейчас Еще Будет В общем Зекам там смысла не было никакого туда бежать Это понятно Сказки Да Олег Вот Смотри Пишут У меня Отключен звук Там Наверное На видео Получится Отключать Нет На видео Ну В принципе Можно Наверное Попробовать Ну Я Просто Смотрю Люди Пишут Я понял Понял Там Потому что И ветер Задывало И мы там что-то пытались говорить Ну Наверное Больше всего ветер Потому что там Не с руки было говорить Потому что Я Попытался В кофр Вот У своего Снегохода Положить Перчатки Крышка Кофра Крепится Вот для подстраховки Там два тросика есть Такой ветер сильный был Что вырвало крышку По крайней мере Вот Пришлось обратное То есть Кофр он из пластика И Ветер завалил эту крышку Просто Стянуло борта Вот из-за этого Так он не разрушился А так бы наверное Там бы Все бы разлетелось Да Звук Звук мы уберем сейчас Я понял Конечно же уберем Звук я сейчас убираю И И тогда Вперед И с песней Сейчас картинка Тоже видео будет Из вашего путешествия Хорошо Ага И Вот уже без звука Так Ну это Это возможно В марте Когда мы были Это скорее всего Та съемка Вот Как раз Вон там макушка Вторая большая 10.79 Видна Вот Вот Это вот Правая Возвышенность Горы Халачахов Да вот она Очень много вот этих вот Останцев Значительно больше Чем там вот Низинки И Если на Гармине Нету координат То там между этими Останцами в принципе Можно даже заблудиться И вот здесь все видны горы Все вот Видимость просто идеальная Да кстати И Атартен с той стороны И Чисток с той стороны Видно было Ага вот вдалеке Попали практически В безветрием И начало марта Это было Ильдар Раскатович Позже нас там приехал Он нам на встречу попался То есть мы там разошлись Где-то два часа У нас расхождение было Вот То есть вот это вот Те редкие случаи Когда на перевале Бывает идеальная погода Ну это очень редко Да Да Или ветер Или еще если снег идет Но это вообще И людей там ждало Федор Рассказывал В общем то он возил Как проводник И Такие Упитанные Скажем так Люди Ветром задул И покатило Прямо по склону Как звезды морские Раскидывались Только чтобы вот Это вот Остановить вот это Удувание Сдувание Ну это опять лосьба Ну лосьба конечно Тут у нас широкая Широкая А ее сразу видно Это не ауспия Конечно лосьба Лосьба она широкая Да Причем вот Там вот Я тебе присылал кадры Само место В падении Ауспии В лосьбу У нее У ауспии два рукава Два Да Фактически Заметить невозможно Там остров Вот с левой стороны Чисто ориентировался Я по Гармину Угу Пойти невозможно Мимо Ауспии Место в падении Пройти там В общем-то легко Не знаю Наверное Надо быть только местом Там жить Чтобы это вот Точно знать Где это все Мы вот при технике Даже и то Не всегда видим Что именно здесь Падает река А как туристы Ну они в общем-то Судя по дневникам Они и проискочили Вместо этого отхождения Ну Так вот Надо По Гармину посмотреть То не то Ну вот наверное Вот мы вот тут Где-то и останавливаемся Наверное вот и смотрим Где тут оно фактически Вот это вот Наверное у одного из рукавов Наверное да Я вот на Гармин смотрю И вот По Гармину видно Что здесь вот Место впадения Практически вот Все заросшее лесом И ничего не поймет Где-то с вороток Налево должен быть На Ауспию И вот что-то не видно Не видно Ну По левую руку Да По левую Все По левую руку Так сейчас Тут Съемка не передает Вот в это время года Как раз Лоси Приходили На вот эту На нашу территорию На Свердловскую Там стык четырех областей Это вот Мы останавливались Хуекла Да Да То есть Искал я Много раз Останавливался Просто Искал ту точку С которой Вот эти вот Знаменитые Фотографии Дятловцев Как они вот Рядочком идут На фоне вот этой вот горы Да В сторону Хуекла На фоне Здесь вот они шли Да У них там Вот это Мы вот Стоим перед И еще там Река потом Справа Входит эту гору И у них тоже Есть снимки Уже где там Как бы вот Северный склон С северной стороны Лозева Входит по это То есть тут Скажем так Не все такие Фронтальные Фотографии У Дятловцев Тоже Когда вот Едешь Особенно Первый раз ехал Погода более ясная была Когда вот эту гору Видно очень-то хорошо В общем-то Ну такие Позитивные моменты В общем-то Понимаешь Не зря туда приехал Ну и на самом деле Это очень доступное место Нам На обратном пути Туристы попадались Даже Я там Думал ребенка везли Ну на самом деле Это вот Мужчина вез Ну Да Фактически ребенка свое Ну Скажем так Человек с ограниченными возможностями Он там уже за 20 лет было То есть вот Семья там Папа с ребенком Повез В корыте На дальнее расстояние Они Не только на перевал Они собирались Даже на Хуньер И Когда ушло Приехали Валеру там встретили Валера Снегоход Готовил То есть он должен был их догонять И он уже дальше у них проводником шел Угу Валера себе Снегоход поменял Но сейчас Видимо Там В общем то Такой он у него Не свежий Скандик И В общем то Стояли с ним Разговаривали Многие резиновые части Нужно будет заменять Но сейчас Видимо В связи с поставками Наверное Проблематично у него все Вот это будет Ну это видимо уже Когда я обратно Возвращался Просто побольше Хотел так На память себе Вот этих мест наснимать Угу Скалы эти Вот эта скала Однозначно у них тоже На снимке есть Просто там Поменьше места Меньше леса было Ну да Лесом покрылось Ну да 63 года Прошло конечно А вот скала кстати да Сейчас еще Ну да Ну это я ее просто Издалека снимаю Так Сейчас мы еще Ну давай Задавай мне какие-нибудь Вопросы Что-нибудь Рассказать Да Кстати лоси там вот эти Рассказывали Ну пожалуйста Им разрешено охотиться Спокойно Можно было у них Лосяпину купить Скажем так Ну я не покупал Но другие люди знаю Покупали У меня Теща раньше Хорошо Лосяпину готовила Если ее долго варить Такое вкусное мясо Они приходят С Вещерского Заповедника Это Та сторона Ну Западный Западный склон Вишерский Вишерский Да Заповедник На реке Вещера 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 называем Вот Чуть севернее Печора Не знаю Не знаю Надо же Ну вот По левую руку Скалы снимал Причем Ну вот это Надо представлять Они не маленькие Они так Двенадцатиэтажные Дома порой Ну Так вот Опять Это Подожди Сним Так Таких Высаживают Я понимаю Что тут По весне Просто туда Когда вода Большая Она видимо Топится Потому что Видишь Тут Вот Эти Вот Ну Не бревна Это Стволы Целые Деревья Это Стволы Целые Деревья То есть Куда их Заносят Ну Воды Где Если есть Ходы Где-то Значит Есть Выход Вот Пещера Которую Вы Смотрели Но Она Явно Для Воды Проходная Получается Ну Сейчас Съемка показана Четко Смотри Потолок Вот Она Китовая Пасть Вот В этот раз Видишь Снегоходы Брали Даже Не цепляли Корыта Ехали на Легке То есть Когда мы ездили в марке То есть Ну Сельдаров Не то что много Излишний запас бензина Взяли У меня вообще Снегоход Может Который Армия У него расход 15 литров На 100 км То есть Я могу на одном Баке туда обратно съездить Как бы еще А вот этот вот Красный Там уже 25 литров расход Ну К нему надо брать одну канистру Запас Видно Две канистры Двадцатки Привязаны То есть Нам этого Бензина хватило Ну Если кто-то Вот допустим Хочет ехать совсем с комфортом Можно брать с собой Корыта Можно брать с собой Маленький генератор Бывают такие Переносные То есть Там на базе Ильича Можно вообще жить Как с цивилизацией Да конечно Абэшку завел Она молотит тебе свет И все что хочешь Завел Будет у тебя электричество Хочешь там в банке помойся Лось в общем-то там Под льдом не замерзает Воду для питья Ну У снегохода Под пассажирским сиденьем Есть отсек Охлаждение идет вот За счет вот арки Потому что там Там циркуляция И вот в этом отсек Он содержит теплую температуру И мы берем туда воду с собой В дороге почему-то Есть так не хочется Как пить всегда хочется Ну кстати зимой Да Пересыхает вообще И в общем-то воду всю расходуем То есть И уже мы бутылочки эти не выкидывали И брали воду Прямо там вот На базе Ильича Вот с этого С полыни Вода очень чистая Можно сразу пить Здорово Не надо ничего бояться Здорово Да я заметил кстати Я зимой вот на снегоходе ездил Пить охота Хоть в мороз почему-то Пить хочется Ну Я вот тоже А мы сейчас вот считай Ехали еще Попали там Ну довольно таки Тепло было И я приехал Я не понял У меня по пояснице Что-то куртка вся сырая А Вот выяснилось Что так потом напиталась И все И Навежая Ночевали Я утром постою Что-то понятнее У меня вся куртка сырая Сверху где-то там испарение Но потом вот понял Что это вот Вот в жару Вот этим потом Курка так напиталась А она видимо не отдает Значит Вот По шнурку только Пояснице видно было Что сырая Ну высушил сейчас вот Ну вот Вот обратно возвращались Но вообще красотеньки Я говорю Перчатки снял Перчатки Очень красиво Да Ну уже были и сюрпризы Уже за Ушмонь То есть там уже наледь такая была Вода пошла поверх Да То есть вот Предыдущие снегоходы Где прошли Ну это как бы вот Сразу вот это Затопилось И вот эти вот боковины Снежные остались Ну под ними тоже вода стоит Ну там глубина небольшая Допустим этой наледи Может сантиметров 20 Но все равно как-то страшно Проводить Да конечно Ты как в каше идешь Непонятно Да Ну Федор он такой Более опытный был И мы то с Андреем чуть вперед проехали Стоим смотрим Ну только что Метров 50-60 такой разлив Стоим Думали уже обратно надо поворачивать Угу Он говорит Да нет Ну отъезжали значит метров там за сто Полный газ И на полном газу Как бы вот эти вот участки проскакивали Ну пролетаешь понятно Да Ну потом уже как бы я думал Потому что все уже река вскроется Но нет у нас даже Два-три дня назад Тут минус двадцать Минус тридцать было По ночам Ну а сейчас вот Сейчас вот у меня за окошком Опять все тут тает уже То есть до плюс шести днем доходит Смотри скалы какие интересные Да Да вот это вот справа скала Про которую вот я говорил Вот Вот Кусок то вот это Вот ее хотели оленями свалить Вот Ну вот так уже сколько этих оленей поумирало А скалы все еще стоит Ну сейчас еще посмотрим ее Вот это вот это да Поколение меняется на этой земле Что только не меняется Ага Жизнь затихает Возникает Ну на самом Вижай Я же говорил там Вижайский камень Вот эта скала да Вот там Правый чай Вот дальше вот Вот этот вот кусок Вот То есть она там внизу то вообще Получается там Минимальная площадь основания А то есть Кажется что такая опасность Обрушение у нее Свалить хотели Ну Тем не менее вот Может быть и упадет когда не только Ну неизвестно через сколько тысяч лет Вот здесь она да Сейчас вот она вот Вот она вот начинается Вот в самом уголочке Вот видишь там внизу Вот эта площадь ее основы Да да я видел Ну как бутылка перевернутая стоит Графин перевернутый Необычная конструкция Надо же Природа такое сделала Сейчас посмотрим еще Так Ну да вот Татьяна Сахалин Да мне вот Когда едешь Да такое чувство Что ну ничего не изменилось Вот за эти 63 года Как будто дятловцы вот только что прошли Да Здесь по Лузьбе Ну да Да Туда Я говорю Кто соберется Можно ехать на любом снегоходе Потому что ну тут все по рекам укатано До такой степени Что не надо никакую Супер технику Ну и самая большая глупость Ехать на перевал Дята Это на горных снегоходах Угу Это И снегоходу минус И как бы И всех остальных минус Ну вот красота какая Ну вот Ради этой красоты Только вот и стоит ездить Ну да Сам перевал Может быть он и не впечатляет Как-то Ну тоже надо понимать Зачем ты сюда приехал Ну пусть перевал не впечатляет Ну вот Хотя бы вот этой дорогой Можно насладиться Угу Там по дороге я не знаю Фотографии будешь показывать Еще потому что Даже в любой мороз там ездил укрыться Там еще есть такая избушка называется Кедровник Кедровник есть такая Да да Она не такая конечно комфортабельная Как вот эта база Ильича Там на окнах пленка просто натянута Но тем не менее Внутри печка есть Ну укрыться от непогоды можно И запас дров Мы вот в этот раз ночевали Мы сразу на другой берег Перешли Нашли там Ну сухары вот это вот Спилили Снегоходом притащили То есть мы еще уехали Мы еще такой приличный запас дров оставили Народу очень много было Вот эти вот Там на базе Ильича просто все расписано было И обратно ехали и навстречу И съемочные группы попадались И там Потом когда приехал на Вижай Сказали банкир какой-то очень важный Там целую колонну тащил Детям поехал показывать перевал Вот И говорю И киношники там ехали Такие в санях тоже Подвыпившие Мне что-то снимать приехали Слушай, а там японец еще какой-то был Ты говоришь, да? Рассказывай Ну Это летом было Ну Это В группе Дорогие дороги Вот там Как он Ред как называется Вот Ну Пожалуйста Люди продают Ну Уазика гарантируют Но Я не знаю Мне у них что не нравится У них люди в палатках ночуют Кстати Летом Когда вода спадает Многие там комаров боятся Я сразу скажу Там Гнуса такого нету Ну вот мухи вот бывают Ну их как бы ветром раздувает Большая вреда от этих оводов нету Комарей там тоже нету Ну В конце августа В числах двадцатых Там два-три дня бывают мошки Которые ну просто могут там глаза как-то вот А в остальное время Вот в этом плане Значит Ну более южнее Ну а Там вот пирамидка такая стоит Вот Андрей вот для нее фотографируется Это вот в этот раз В феврале мы уже тут были Ну вот видно что Подтаскивает облачность вот этого Погода меняется просто по минутам А в марте когда был в прошлом году Настолько тепло что вот Хоть ложись и загорай Все равно Я там прилет вроде Солнышко-то припекает Но Все равно Камень Камень Тепло тянет Угу Вот еще Вот пишут Мимо этой скалы проходили Да конечно Мимо нее невозможно было не пройти Да как мимо нее пройдешь Вот 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 вы там идете На снегоходах А А ты первый идешь Да Вижу Ну вот пишут про Пермский край Да Тут на самом деле Ну как в Пермском крае Потому что тут Перевал Дятлова на самом деле Такое место Километр влево пройдешь Пермский край Там рядом На снегоходе со стороны Свердловской области Так вот вечером Это мы вот Это мы вот Это мы вот В декабре Когда ехали Тут уже дорога получше Ближе к Ушме Ага У них есть такое приспособление Гусеницу За Уралом цепляют Ну она местами складывается конечно И вот Ну по этой дорожке Как-то можно было ехать Километров 25-30 То есть тут вот Такая почищенная дорога Это уже ближе к саму Ушме Угу Камеры пробовал В общем Да я с техникой то не очень дружу Это вот камера на каску ставится И она там проработала Сколько то замерзает Потом садится Угу Ну вот Те немногие кадры Вот которые остались Угу В декабре мы когда ездили Кстати День короткий очень был Уже практически там В три часа уже темнело Угу А мы с Федором встали в 8 утра Ну в Ушме Через два часа в десять Мы уже были на базе Ильича В десять это вот Рассветало тогда Сгоняли туда на перевал Ну Пытались, пытались, пытались Не смогли Потому что ну Снег в то время еще был Как Как сахарный песок И на склоне едешь И в общем то Мы по склону боком ездили На снегоходах Угу И Вот не смогли совсем чуть-чуть там Пробиться Уже просто рисковать не стал И К семи вечера вернулись и обратно И Я говорю Все Я уже в принципе Уже как бы Вдали от цивилизации Ну не очень-то хочется жить Да Понятно И мы за часа там за два или за три За два Да В девять вечера Эти сорок пять километров Мы проскочили и уже были Опять на визжай То есть тринадцать часов Как бы вот на снегоходе В селе провели Угу И большую часть времени мы ехали При свете фар А когда В феврале Ночевали Очень сильное полнолуние Было Такая сильная луна Снег Не снег Свет Вот этот лунный свет В избушку проникал Прямо вот Тень от рамы Прямо на полу Отражалась Очень сильная полнолуние Было Такая луна То есть из домика выходишь Ночью Практически фонарики Не нужны Вот эти вот фонарики Налогные брали Такая тоже Штука полезная То есть Если кто соберется То пожалуйста Понятно Сейчас попробую фотографии Зимние Вывести Если получится Видео было Да, вот люди пишут, конечно, приятно сидеть в комфортном чешском поезде и смотреть на сурового... Опять же к вопросу эти экипировки, да, это вот... Сейчас, допустим, вот я вот эти вот покупаю костюмы, они до минус 35, перчатки до минус 35, сапоги, вот эти у нас вот эти термопоты, то есть там тоже за 30, ноги практически не мерзнут, трудно вообще представить, как ребята туда собирались, но по первым фотографиям видно, что там, в общем-то, довольно-таки комфортная температура была до минус 15, наверное. Да, они сначала шли, то они все равно... Это очень легкая экипировка у них была, вот, ну и лыжи такие тоже мало приспособленные, вот если они, как они хотели по траверси пройти обратно и вернуться, уезжают, да я вообще сомневаюсь, что они бы смогли этим маршрутом пройти. Вот в этом плане прохождения маршрута, ну что-то тут вторая часть похода у них была бы очень напряженная, как по этому кругу, ну снимать только если вот идти в ботинках. Встречались, встречались, вот в феврале, слава богу, полно, а я говорю, вот и лосики ходили, глухари взлетали, потом там поменьше всякие птички, в глухарь там один по просеке ехал, то есть встрепенулся такой, на взлет пошел, он медленно поднимается, да вот, я его хотел прямо на ходу за хвост поймать, но это, ну, и не получилось, в общем-то и лишнее это все было. И от паза Ильича, когда вот в феврале обратно и туда обратно ехали, там тоже такое чувство, что вот это как курица, она сидела, она ждала, ну то есть она на первую дорогу нам попалась и на вторую в том же месте. Слава богу, есть еще животные, как бы на Урале. Дима, вот экипировка, видишь, у тебя какая? Ну, это даже вот куртка-то, она не совсем такая, вот как, вот знаешь, вот у этих вот Берпита, когда продаю штаны скандистки, это вот канадская вот она, те-то еще мощнее делают, вот, но курточка, допустим, фирменная куртка 60 тысяч стоит, у меня просто рука не разжалась, вот ее купить, вот это вот на мне куртка, я за 12 тысяч покупал. Ну, что-то бюджетно, они обычно 27 где-то, 30-ка. Нет, вот это она просто у меня, ну это канадская аляска. А если бы и Берпишную брал, да-да, та под 60 тысяч стоит, но в той там точно не умрешь ни при каких условиях. Ребята, вот видишь, если я езжу в каске, это зимняя каска у меня, ну, просто я так уже привык, и когда в очках едешь, там ветки есть, ну, как бы, я не очень-то боюсь, что там в глаз что-то попадет или еще что-то. Ну, это вот дело выбора, кто-то гоняет, просто капюшон надел, очки оденет, а я вот, я вот люблю в каске ездить. Вот когда очки одеты... Ну, вот и в очках здесь сейчас. Ну, в общем-то, и по спокойнее мимо веток-то проезжать, глаза не травмируются. Ну, когда сильный мороз стоит, минус есть, очки быстро запотевают. Вот я про этот ларчик-то рассказывал, который под вторым пассажирским теплый ларчик. Ну, ну. То есть, ну, берешь с собой несколько очков, одни запотели, потом следующие берешь. Потому что если очки запотели, их уже никак там, в дорожных условиях, ну, никак не терешь. Ну, вот я говорю, там ветер такой был даже, что мне очки даже снимать не хотелось. Да какой там снимать, ничего себе. Ну, парни-то там снимали. Такое ветрище. Ну, в принципе, они вот при таком ветре-то и шли. Там, потому как снежок там метет, видно было. Ну, тут не знаю, почему-то кадр растянулся. Да, почему-то вот изображение. А, почему-то, сейчас, все решим сейчас. Да, пусть оно будет, все, оно нормально. Да, просто немножко как бы это. Ну, перчатки, вот это держи мне. Потому что страшно даже перчатки было снимать, вот боялся, что углы. Ну, вот как раз там те две канистры, видно, стоят у нас на втором снегоходе. Ну, что, ну, у нас... Мы израсходовали только одну канистру. И одну Валерию подарили. Ему надо было вот этих вот людей сопровождать. Видимо, у него какая-то это вот такая вот незапланированная поездка была. Спросил, есть бензин? Ну, вот я им еще двуцаточку это подарил 95-го. Понятно, что у них там ближайшая заправка. Считает, ну, 90 до вежая и отлежая тут 45. Ну, грубо говоря, за 130 километров вывдели только заправочные станции есть. Конечно, туда все не привезешь. Да, конечно, да что, где бензин берут? Бензин брать негде. Да, вообще, в принципе, можно, говорю, смело и ездить без предварительной договоренности. Он, Степан, говорит, в следующий раз приезжайте. Даже, говорит, меня если дома не будет, но уйду там, он там петли или что ставит. На соболей охотится. Можно было у него и соболя, конечно, взять. Ну, а шкурки, они, он природный соболь, он говорит, у них и оттенки не совпадают. Шкурка соболя где-то около трех тысяч стоят. Угу. Ну, это кажется так, но на шубу надо до 100 штук примерно. Ну, вот представьте. Дим, поясню, Степан Анямов, он как православный стал, живет в Ушме, у него переночевать можно. Я не знаю, какая у него фамилия. Ну, Анямов, Анямов. Я не знаю, возможно, он даже и не Анямов. Ну, на фотографии Анямов подписано, я посмотрел. Ну, он единственный православный. Православный, да. И вот у него переночевать, кто в Ушме окажется, у него можно переночевать, остановиться. Да, там практически можно, ну, у многих у кого остаться. Ну, единственное, что у кого дети. Ну, зимой дети, они, как правило, в интернате все. Вот, а я, говорит, порой приезжаю, ну, вижу, люди ночевали там, ну, переночевали, все в чистоте оставили, тысячу там положили ему на стол. Угу. Ну, я говорю, ну, если в Мансийской деревне ночевать, лучше с алкоголем там не баловаться. Это точно. Ну, во-первых, дашь одному бутылку, придут все. Все сразу придут. А их там, ну, не сразу по очереди придут. Это да. Ну, вот, и как бы это, и ночевка там превратится у вас в вхождение. Кто-то бутылку возьмет и уйдет, а кто-то тоже сядет. Там люди не откажутся сами. В гости начнут ходить, ага. Да, вот пишут, как девочкам, наверное, было трудно. Да, нам, вот, мужикам и то, вот, в дороге, в общем-то, неприлихотливые, и, как бы, что я там, на этом Вижае служил в советское время. Ага. Ну, и то не очень даже вот устали. На Ушме есть вот этот туалет. Домики вот эти деревянные, как бы, и погода-то не очень холодная была. Но, во-первых, манси они сами и не крупные люди. И даже если вот идешь ты в этой экипировке, ну, там, раздеться-то места мало в этом домике. Ага. Ну, в этом плане вот, ну, не совсем удобно. Да, конечно, если бы там какие-то промежуточные базы были такие, как на Вижае, ну, это было бы вообще просто замечательно. Да, это было бы здорово, здорово, да. Просто был теплый туалет, там, чистые, там, вот, комнаты, чтобы переночевать. Василий, кстати, вот эту базу создал, у него один помощник, там, на базе одни мужики, но состояние они поддерживают идеальнейшее. То есть, в общем-то, через эту базу и австрийский консул прошел, и вот, я как сказал, и банкиры, и народные депутаты Государственной Думы там останавливаются. Как правило, много чего там они все там обещают, что проведут электричество. Ну, естественно, все эти обещания для Красного Слава. Построят модули специальные там, да, обещают какие-то. Ну, модуль где-то есть в сторону от Артена, потому что там парнишка ночевал со мной, навижает, а он мне скачал на Гармин программу, которая ведет мимо вот этих модулей. Группа там была парни, они вот это золотодобытчики из Березовского. Ну, мы-то с Веди, с Андреем поехали. Ну, как проснулись, так и поехали, мы знали, что мы на Ильича будем. А те, они что-то в 6 утра что-ли встали, ну, чтобы побольше успеть, вот эти вот золотодобытчики изгоняли. Ага. Так вот, если, знаешь, если хочешь связями обрасти, пожалуйста, в сезон-то навижай и поживись недельку, ты там много кого из значимых людей встретишь. Это вот знак нулевой километра, который... Да, Дима, расскажи про этот знак, вот как он. Ну, вот обозначил я этот знак, действительно, оттуда вот старт был, группы, вот так он сейчас и стоит. Только там вот сейчас в зиме я посмотрел, очень много навезли леса, заготовили, прямо от горы леса. Даже уже там, хотя вот вроде уже как бы и заповедная земля, ну, какие-то лазейки в законе находят, вот недалеко от этого знака. По высоте, в общем-то, тоже все удачно получилось, а то есть глубина сейчас снежного покрова она не закрывает. Ну и фотографии, потому что многие действительно ездят, ну, сидишь, вот навижай, там вечерами, там почему-то все становятся, там большая такая столовая, как кают-компания. Ну и кто-то готовится, на утро выезжает, ты возвращаешься, и разговоры, в общем-то, вот затягиваются. И для многих это просто устная легенда, которую они знают. Вот так вот, как твои слушатели, то есть вот, которые глубоко в теме, вообще голубом по Европам. И даже вот, хотя бы, понимаешь, стартуя на перевал, они хоть в лица вот этих вот ребят углядываются. Конечно. Видно, что Семен, он самый старший из них. Да. Здесь вот тоже вот фотографии вот эти вот так вот разместил, ну, не просто вот Зину посередке, Игоря и… Юра Дорошенко. Да и Дорошенко, да. Ну вот, в общем-то, двух-то точно там у них их связывало, что вот там Зинаида переживала сначала и в Каменске ездил, к родительным домам, потом перестал. Вот. И, в общем-то, они же в таком же порядке и там на перевале перечислены. Ну да. Ну вот, к чему все это Дима сейчас рассказывал? Многие идут на перевал, даже не знают для чего. Вот просто туристы. Это хотя бы напоминание, что здесь ребята были. Нулевой километр. Да, это становится модным местом, плюс была пандемия, плюс невыездные были. В общем-то, вот этот вал был. И, в общем-то, тема-то поддерживалась на телевидении. Понятно, что очень много умалишенных было, которые бредовые идеи высказывали. Конечно. Ну вот этот вот юрист, это как он, Черноус? Черноус, ага. Да, вот эти вот там свои гневные письма там от имени родственников начал на телевидении писать. Ну и чего они добились? Если телепередача такая, пусть говорят, они за два года двадцать выпусков сделали, но это, во-первых, они, да, они собрали у себя там в эфире многих людей, которые к этой трагедии имели отношение, многих родственников. Как-то тема двигалась вперед. А сейчас это все под забвением, благодаря вот этому письму. Ну, хорошо, обратил на себя внимание и все. И сейчас как бы все равно с экранов телевидения популяризации никакой-то нет. А в принципе тема поддерживается, это и есть память этих людей. Конечно. У них жизнь была такая короткая. Но зато все их знают. И вот эти вот следователи, кто потом генералами там стал, многому сейчас вот этих всех советских, кто сейчас Кириленко этого вспомнит? Да никто не вспомнит. А они какими себя чувствовали-то властелинами мира? Раньше он царь бога в Свердловской области, да. Их никто не знает. Их имена только запомнились, потому что они к этой трагедии какое-то отношение имели в свое время. А вот ребята их весь мир знает. И не надо эту тему глушить. Дураки они были и будут всегда, будут бредовые идеи рассказывать, что там бешеная Росомаха Скунс забежала в палатку, там выбросила свои железы, на них начали резать, а сверху пробежало стадо оленей, которых напугала ракета упавшая. Ну да. Идиотизм полный. Но люди-то поймут, где абсурд, а где искреннее желание разобраться в этой ситуации. Дима, вот вопрос подписчик задает Николай, кстати он из Ивделя, трудящийся у него никнейм. Расскажите, пожалуйста, как продвигаются дела по памятнику. Спасибо. Это в Вижайске имеется. По памятнику. Сейчас поеду в местную администрацию. Дмитрий Ильич, давай я покажу, как примерно он задумывается. Покажи, да. Сейчас, секундочку. Послушаю просто, что скажут. Послушаю, что скажут. Как мне лучше не жевать участок, не жевать, будет там какое-то решение принимать. Ну, в принципе, что-то брошенный поселок может так без лишней вот этой волокиты разрешат все это установить. Ну, дело не простое, дело от двух лет будет. Вот, посмотрите. Вот так примерно задумывается мемориал в Вижайе будет, возможно, если разрешат. Да, площадка там хорошая есть, где бывшая воинская часть вот наша стояла. Там ровная площадка осталась, где план был армейский. Вот на этом облацу можно все разместить. Именно хочется, чтобы мемориал действительно памятный, там на сотни лет хватило такой разместить. Ну, если сделать это все грамотно из камня, он простоит не одну сотню лет. Да, вот обратите внимание, вовнутрь заходишь в портреты дятловцев, чтобы ветром особо как бы внутри. Вот такой мемориал планируется. Да, секундочку, тут мальчишка мой маленький. Да ничего, сын прибежал Дмитрия, сынок балуется. Вижу, забери Савельку, пожалуйста. Савельке интересно, папа в эфире. Ну, сейчас все, я закрошу. Ага. Дима, расскажи, ты сам разработал дизайн этого мемориала? Ну да, в общем-то, это все вот приходит в голову самому. У англичан этот Stonehenge или как называется? Stonehenge есть, да. Да, в общем-то, вот как вот от него это навеяло, то, что вот это вот много, тысячелетний такой вот у них памятник, там вот у англичан или миланцев. В Англию, в Англию. Да, вот хочу, чтобы у нас такое же было подобное. Ну и плюс символично, чтобы вот каждому, каждому по колонии. Ну, наверное, вот думаю, Юрий Ефимович Юдин, он тоже был как бы участником событий, участником этого похода на первоначальном этапе. В общем-то, на том знаке-то я тоже его отразил, но фотографии вот идет. Фотография, всем известно, это вот прощание, это как навеки получается. Сейчас посмотрим. Это, наверное, надо еще для Юдина, ну, наверное, с обратной стороны, потому что, как бы они ушли, а он жив остался. Дим, фотография вот. Да, там фотографии вот это вот, внизу вот это вот прощание навеки. День Юдина провожают, дятлов на заднем фоне стоит улыбается. Угу. Я разместил. То есть хочется навежать, чтобы именно мемориал еще был, да, получается? Хочется, да, чтобы, ну, что-то, как сказать-то, и на себе память оставить, и на них память оставить. Да, вот такой проект, проект. Вот обращаю ваше внимание, как дятловцы как бы на себе, друг на друга смотрят, получается. Да, будет, получается, что они друг на друга смотрят, что у каждого в поле зрения его товарищи. Товарищи и остальных, да. Вот интересная такая композиция. Если это получится, это будет вообще феноменально, конечно. Понимаете? Задача здесь в чем состоит? Увековечивание памяти дятловцев. Вот именно увековечить память. И вот такой мемориал планируется построить. Это, понятно, дело не одного года, это два года надо делать. Там вечная мерзлота, забуриваться надо, насколько я знаю, да, Дима? Да, вот я когда в армии там служил, мы картошку все равно сажали. То есть вот копаешь по весне, когда перед посадкой, то есть двадцать сантиметров там уже в кристаллике льда вот эти вот находятся. Еще удивляюсь, как картошка в таком небольшом, но маленьком слое земли за лето успевала вызреть. Ну, собирали. Какая неплохая картошечка-то была. На костре ее. Ну, вот Николай трудящийся подтвердит. Он сегодня у нас в чате, он знает. Уже в Ивделе проживает. Да. Ну, я не знаю, какой трудящийся. Нет, у него никнейм трудящийся в чате. Это он вопрос задал. Вопрос задал. Если Севдельского района, то, конечно, что подтвердить. Так он в самом Ивделе проживает. Ну, если как картошку со мной, я не знаю, вы видели. На такую глубину тоже промерзает. Он вроде как чуть-чуть поюжнее. Угу. Да вот, Митрич, расскажи, как вот этот мемориал. Два года его надо делать, получается, да? Ну, если так, просто про задумку свою рассказывать. Да как я строю вообще все, не только там. Угу. То есть, ну, сначала будем бурить вот под каждую колонну. Беломбур надо гнать на глубину промерзания. Там два метра – это однозначно надо. Потом сверху будет вот опалубка ставить. Естественно, это железобетонный вот этот каркас вязать будем. То есть, вот первый этап – это вот сделать вот эту опорную площадку. Понятно. Действительно, чтобы это все стояло. И чтобы под каждой колонной вот именно вот это вот… Забурено вот это все вот тут было. Угу. Ну, а потом уже делать техники. Вот эти колонны просто перевезем и каждую установим. Смонтировать уже, да, по месту? Ну, у них вес нормальный будет. Ну, вот правда, вот я не знаю, или из колонны с мрамором, или из гранита. Ну, посмотрим, когда все опять сейчас в деньги упрется. Это в деньги, это не дешевая… Ситуация-то меняется просто тут что-то непонятное. Ну, я думаю, к лету как-то что-то остановится, устаканится. В равновесие система, наверное, придет. Да, я думаю, к маю месяцу выяснится. И кошмар этот закончится, наверное. Скорее всего. Хочется, так сказать. Чтобы все это закончилось. Ну, Дмитрий Димов, я думаю, это, как говорится, на сотни лет такой памятник. Если сделать его, сохраниться, память будет. Да, мне кажется, чуть не на одну сотню. Ну… Если это все из природного камня будет, и фундамент заборит, Нидрометон залить, так ничего с ним не будет. Ну, это же здорово. Представляешь, люди будут мимо идти, заходить, смотреть, как бы останавливаться, читать… Ну, тут видишь, есть еще, знаешь, какой соблазн? Ага. Этот памятник, вот, напроситься сделать на вокзале в Игделе. Ааа. Там просто большее количество людей будет его смотреть. Угу. Вот. Ну, и в плане строительства, как бы, все равно, там, цивилизация, бетон есть. Полегче, бетонный завод вывели, да, там, на месте. Да. То есть, ну, вот, надо еще взвесить, где его все-таки лучше поставить. Возле вокзала, на который они приехали. Ну, опять… Либо… Либо на визжай. Это удаленность, это… Да, понятно. Это, естественно, удорожание в два раза. То есть, ну, вот, еще, как бы, думать… Ну, это разговаривание, видишь, если на вокзале, это территория РЖД надо, с РЖД будет договариваться. Ну, в чем дело. Ну, если это территория РЖД, я найду какую-то… Ну, да. Ну, это территория… Там будет проще. Да, это с ними надо… Там у них… Не залезть. Не залезть. Всегда есть возможность сесть. Да, да, естественно. Вот, и многие по кругу ездят. Вот, я считаю, что они садились на автобус именно… Вывдели, потому что это начальная точка маршрута была, и уже, как бы, все остальные, подсаживающиеся, оставались просто без места. Да, там… Их всего-то… Они вместе с блиновцами, поэтому там… На втором этаже, на головах сидели, ехали. Ты же видел фотографии. Ну, так вот, они с блиновцами и заняли весь автобус. Залезли… Да. Там местным, которым надо добираться было, они остались… Да, и… Весь автобус… Весь автобус… Забили, весь автобус и поехали. Так, сейчас еще… В общем, по мемориалу понятно, что, возможно, да, будет вот так выглядеть. Хотелось бы, конечно. Ну, да, вот опять же, говорю, вокзалы, потому что, ну, там вокзал, там, естественно, там люди, там большее количество людей будет, и… Эта тема, она такая волнообразная, она… Ну, как сказать… Она раз в 10 лет оживляется, и… И… Многие, допустим, и знать не будут, но вот будут видеть, будут понимать. Ну, хотя бы, да. Ну, и с другой стороны, если он будет возле ЖД стоять, не так его могут там бомбануть, разграбить, ну, понимаешь, я про что говорю. Да, я думаю, никто там грабить не будет. Вот это же стоит… Нет. Ну, уже там, уже кальчик… Ну, там, на самом деле, все все знают. Да, понятно. Понятно все. Там… И вот, и принцип этот Сарафанова радио, допустим… Ага. И они знают, кто там… И мы приезжаем, спрашиваем, на базе есть кто-нибудь ночевать? Нет? Ну, знают, кто куда пошел. Ага. Нет. Я думаю, там, вандалить-то никто не станет. Не должны, да. На визжай, да. Ну, вот, Валиева Эльмира пишет, Дмитрий, на вокзале будет лучший вариант, зрители пишут. И вот, трудящийся Николай… Ну, еще решение не принято, да. Ну, понятно. На вокзале мне тоже, мне легче будет его реализовать в самом этом. Смотри, перед вокзалом на площади идеальное место, вот Николай написал, который в Ивдиле проживает. Да, и вокзалчик там такой небольшой. Ну, да, вокзал-то там действительно небольшой. Ну, в общем-то, они как-то… Город Ивдиль стал известен благодаря вот этой трагедии. Ну, да. А вот спрашивает Дмитрий, а сверху чем-то будет закрываться или… Нет, вот плиты вот так вот уложу и все, нет. Нет, да. Не будет. Вот этот вот верхний ряд просто плит будет проходить. Все, связывающий между собой колонку. Ага. Ну, в принципе, да. Уличное исполнение, действительно. Даже не галерея. Ну, сделаешь… Что-то у нас заблоксовало, о чем еще рассказать? Спрашивай. Да вот вопросы в чате надо посмотреть. Задавайте, пожалуйста… Ну, пускай тогда позадают что-нибудь? Конечно, зададут, не переживай. Сейчас что, у нас зрители очень активные, они будут задавать. Так, уважаемые зрители, ваши вопросы, нашему гостю специальному, Дмитрию Юрьевичу Кирееву. Пожалуйста. Так, я в чате сейчас пробегусь, посмотрю, может там вопросы уже есть. Ну, пока никто не написал, но могу, если не против-то, Олег, да, просто мыслями своими поделиться, про жизнь свою поделиться. Да, конечно, конечно. Где все-таки искать ответы на то, что мы не знаем сейчас. Я расскажу просто про свою жизнь. Я здесь служил, когда я там 87-88 год, 89-й вот на Демилешов. Два батальона у нас, это Вижа и Бурмантова рядом. И отдельная рота стояла в Ушме. Значит, какая штука такая была интересная. Вот многие версию золотарями выставляют, что там нелегальное золото добыча была или еще что-то. И вообще, чтобы отслеживать ситуацию, что происходило вот в этих северных поселках, северных батальонах. Были такие товарищи, особисты назывались у нас они. В каждом батальоне был такой особист. И, короче, эти особисты, они, в общем-то, контролировали и военнослужащие батальона, и они, в общем-то, и контролировали поселки, все равно режимные были. Да, понятно. То есть, там у них и были, там осведомители и все. В передаче, помнишь, была та же «Пысть говорят», там сын Чеглакова, он заявил, что у него отец вообще был сотрудником спецслужбы. Хотя он был начальником пожарной охраны. Пожарной охраны был, да, официально. Обязан был сотрудничать с органами. Ну, там его в передаче даже вот сотрудниками. То есть, были такие люди в этих вот местах, которые знали все. Да, понятно. И, естественно, эти люди и докладывали рапортами все, что происходит. Да, естественно. То, чем провинился, где что-то, кто неправильно живет, где там золотишко левое моет, государство не сдает, кто охотой промышляет. То есть, вот эти сотрудники, они были всегда. Да, это понятно. И они отслеживали, чтобы, допустим, какая-то отдельная нация не преодоладала, чтобы не было вот этого землячества, чтобы со всеми вытекающими там дедовщинами вот из-за этого. То есть, ну, если искать, так вот, искать эти ответы в рапортах вот этих особистов, которые в этих воинских частях прибыли. Ну, вот так вот. Вот это вот просто такие... Да, Падин... К тому времени. Ну, вот тебе я сбрасывал. Мне тут подарили советскую энциклопедию, недавно в идеальном состоянии. Я открыл просто почитать. Да. И там такая цифра стоит. Энциклопедия «Прижизненное знание Сталина», что на переписи двадцать седьмого года шесть тысяч триста человек было массе. Я эту цифру называл, Дима, да. Сейчас их, конечно, меньше. Ну, скажем так, взять, ну, на тот период, если пятьдесят девятый год, ну, наверное, три тысячи-то все-таки их было. А три тысячи, это, извините меня, это целый народ. Да, конечно. Потому что не сейчас какая-то вот маленькая деревенька, где направо, мы наделаем берегу, живут. И часть там... Ну, их поделили, потому что государство финансирует, в общем-то, большие, огромные деньги идут на спасение этих малых народов. Угу. И они, ну, грубо говоря, даже уже заманивают их. Там в Первке край, одну семью заманили, там, по чуть-чуть вот так их каждый разделили, чтобы статья бюджета-то была. Ну, а на тот момент это все-таки был народ и структура, вообще-то, этого народа. Во главе это все-таки они духовно-регулиозные. Лидер стоял, вот их вот верховный шаман народ, Мансик, как ты рассказывал. Да. Вот так вот они и жили, а уже рангом ниже шли уже вот эти местечковые шаманы, медвежьи шаманы. Ну, вот, и, в общем-то, и прохождение, и послушание, и все вошло вот через эту шаманскую верхушку. И, скажем так, ну, не министром иностранных чел его назвать можно, ну, так по внешним связям это у них был шаман-депутат Куриков. Это, это да, да, он связывал власть с остальными, да, да. Это был такой. Да, который и в Евгеньевском совете был одновременно, и в облсовете, и у него право беспрепятственного доступа было Кириленко, то есть это очень такой весомый, ну, не каждый может, допустим, к губернатору зайти вот по нынешним-то временам, даже по записи. Да, Куриков, говорят, имел такое право зайти к первому секретарю. У него такое право. Ну, это вот опять к этой теме Перевала Дятлова. И там воспоминания читаю, что в более позднее время начинают говорить, что Куриков очень такой человек неприхотливый, был такой скромный, что он приезжал на партсобрание в Иуде, а на ночь не оставался. А я, говорит, не пойду в гостиницу, хотя по фотографиям видно, он, ну, разные же мальцы бывают. Есть, которые не моются. По нему видно, что это человек чистоподный. Я с собачками в сугробике тут переночуя. Ну, у меня на это тоже свое мнение есть, что вот после 59-го года он стал крайне недоверчивой власти. Это совсем была не скромность. Это было недоверие, была боязнь, что с ним либо что-то сделают, либо там как-то так. А так, ну что, ночуют с собачками там, карабинчик при себе, собачки предупредят. Патрон в патронике, да, карабинчик при себе. Да, голыми руками уже не возьмешь. Ну, значит... Ну, чё, да я... Мне благодарственное письмо-то тебе послал. Ну, нет, но я рассказал, люди вот поздравляют тебя в чате. Эльмира Валиева тебя поздравляет, конечно. Да, спасибо, конечно, приятно. И приятно, конечно, когда там за многолетний труд тебя замечают. Да, конечно, конечно. А что скрывать? По многим территориям работаю, но просто отношение к предпринимателям видно. Да, естественно. В городе Екатеринбурге, как бы, в большинстве районов очень хорошо всё это вот выстроено. То есть и руководители районов, специальное отдело, они знают, что на их земле предприниматели какие есть. В каких-то городах это тоже отлично. Вот недавно тут у нас в Новой Ляли. Ну, не то, что недавно, вчера, по-моему, да. 18 марта инаугурировался глава уже на пятый срок пошёл. Человек вот действительно заслуженный на своём месте. Ничего себе. Ну, он уже не молодой. То есть это уже не то, что он хочет, это его уже просят. Просит. У них тоже всё чётко поставлено. Администрация работает как часы. Административный вот весь аппарат свои функции в отношении города выполняет хорошо. Ну, здорово. Дмитрий, вопросы подоспели, давай я зачитаю. Ну, я вижу. На моторной лодке до базы Ильича можно спокойно дойти вверх по течению. Ну, как сказать, я смотрю, в последнее время вот с этими, с винтами воздушными стали что-то переходить. Многие брали, значит, тоннельные такие лодки и надувные, всё для хождения по мелководию. По весне вода очень большая, там можно очень высоко выйти. Ну, до перевала смысла нет доходить. Можно дойти до базы Ильича, а там по ленигонной тропе допустим. По ауспи на лодке тоже не пройдёте. Нет, нет, там по ауспи однозначно нет. Ну, а люди даже вот сплавляются многие по лозьбе, лозьба она дальше ведь уходит, там практически до сосьбы. У меня многие товарищи, ну, просто, ну, не знаю, какое-то напряжение снять, говорит. Мы, говорит, высаживаемся, на визжа и вниз пошли своим хоном. Всё, два-три дня до сосьбы плывут. Нормально. Ну, отличный водок, просто отличный. Так, о чём? Красота там, конечно, такая. Ну, чё, лозьба полноводная, хорошо по ней дойти. Нет, она не то, что полноводная, по весне там КАМАЗ вброд не может, Урал вброд пройти не может. Полноводная, летом вообще. Поэтому, когда к августу река спадает, и вот этот поток туристов начинается. Так, Дима, вопрос зачитаю. Эльмира Валиева второй раз пишет. Дмитрий, судя по дневникам группы Дятлов, утром у них начиналось поздновато, часов в десять, в одиннадцать. Как думаете, почему ведь холодно так долго спать? То есть, почему они до десяти одиннадцати спали? Ну, значит, объясняют опытные походники, такие поисковики. В общем-то, группа была не схожая. И там даже смелые такие предположения было, что группу Дятлова, говорит, погубил сам Дятлов. То есть, ну, не мог он до них достучаться, не мог он в жесткие рамки поставить. И, в общем-то, с графика они жестко выбивались. То есть, выбивались из графика. Поэтому поздно и вставали, да? Ну, потому что, ну, не очень они его, видимо, слушали. С одной стороны. Потому что, ну, из основного состава, там же кто раньше с ним ходил. Николай Типобринюль, по-моему, Зина Толмогорова и Дятлов третий. Ну, может, тут еще четвертый. Юра Кривонищенко с ним ходил. Ну, может быть, да. Спорить не стану. Ну, а остальные-то они просто друг друга знали, как, допустим, уличники, да. Ну, Калеватов к ним присоединился, там, девчонки в своих дневниках там писали, что они в восторге, допустим. Золотовев вообще непонятно, дядя какой-то там. Но, тем не менее, этот дядька влился в коллектив хорошо, понимаешь? Ну, еще бы он не влился. Я ничего против Золотова. Я понял. Короче, ты считаешь, на твой взгляд, почему они поздно вставали, что разбалансированность была какая? Начала охромать дисциплину уже. Понял. То есть, четко не шли в графике, то есть, ну, командир должен быть жестким. Хорошо. Еще вопрос Екатерина задает. Дмитрий, ваше мнение, Валерий Анямов знает истинную причину гибели дятловцев? Однозначно, даже без сомнения. Вот к прошлым стримам возвращаемся. Тот Андрей, который погиб, это же двоюродный брат Валерий Анямов. У них там разрыв просто по рождению. Да, но по крови это двоюродный брат его, да. По крови. Ну, вот его отца, это Марфа. Сестра родная. Конечно. Конечно, все они там знают, где там повторные браки. Там же у них вообще все очень тесно. Тесно. Муж, не помню, у него Савва, по-моему. И две девчонки и три парня. Вот сейчас отец с парнями остался там. У них невеста нету. Девчонки переврались. Они где-то в городах живут. Одна точно знаю в Краснотурецке, по-моему. Угу. Вот. А парни там в лесу. То есть, ну, там, то есть, там женщина свободно остается. То есть, ну, как бы, муж тут же находится. Махом замуж выскакивает, да? Ну, и, соответственно, вот со всеми вытекающими отсюда. Так, еще. Я не хочу сказать, что мальцы какие-то кровожатые. Они не кровожатые, они не агрессивные. Но иногда вожа под хвост может попасть. Ну, и плюс, это люди, которые будут выполнять указания старшего. Это да. Может быть, даже определенного момента. Это да. Еще вопрос Татьяна задает. Дмитрий, вы сказали об экипировке ребят. Конечно, в то время не было горной одежды. Вас посещали мысли, что ребята в своей одежде могли замерзнуть? Такой вопрос. На тех фотографиях, на большинстве которых. То есть, экипировка вот этого. Сколько ты свитеров поднес, не одень. Ага. Ну, как бы, до минус двадцати пяти, это уже даже рискованно. Если там ниже температура падала. Ну, это вообще, как бы, в штормовке идти. Это приз запредельный. Никакие у тебя там два свитера и рубашка, там еще что-то. Тебя просто не спасут. Пока ты двигаешься, да. Но, опять же, вспоминаем то, что поход там многодневный. Ага. Понятно. Еще тогда вопрос Семен Марковский задает. Будет ли конференция где и когда? Да. Да, конечно. В нашем формате, конечно, мы это сделаем. Постараюсь. И людей тоже интересно привести. Попробую, может быть, даже Степочкина, вот Анатолия. Он, не все его мысли, скажем так, озвучены были. Но он человек в годах, в общем-то, это проблема. Он в Верхотолии живет. Я его дедя Толий называю. Перезваниваемся с ним так вот. Ну, давно к нему не заезжал. Попробую уговорить ему, создам все условия. Вживую спрашивайте, пока человек добрейший вообще. Ну, он так вот просто биографию рассказывал. Он поздно детей завел. У него, ему там сейчас за 70, у него дети 30-летние. Ну, такой, хороший дядька, в общем-то. С богатым жизненным опытом. Кто-то ему там не верит, но я ему верю 100%, ему смысла просто нет врать. И потом человек, когда врет, ну, это... Он бы запутался бы уже, вот это, скажем так, на мелочах бы запутался. Ну, ведь он многие годы с подряд дает интервью. Слово-слово, что он заучил, что-то на хрена ему надо. По нему видно, что человек из памяти все вот это вот ууживает. Все вот эти вот разговоры с Хантом, как он называет. Может быть, Ханта, может быть, Иоанн Еманский был. Кто его знает? Мне вот, кстати, говорят, вот народ вымирающий. Нет, это не вымирающий народ. Они просто перемешались с нами. Их очень много среди нас. Некоторые даже сами, наверное, не знают, что у них мансийские корни. Да понятно. Ассимилировались. Ассимилировались, понятно. Ассимилировались. Да, конечно, они живут. Ну, что? Ну, это угоро-финская группа. У них не монгольские лица. У них нормальные лица. Кстати, вот, просто свое сейчас наблюдение. Вот говорил про Самбиндалову, да? Вот, жена Александра Прокопьевича, она из рода Самбиндаловых была. И это почему я в живых увидел. У них вот, что у Альбины, вот сейчас она Аня Ямова родилась, она Бахтиярова. А мать у нее Самбиндалова. Вот у нее типичное женское лицо Самбиндаловых. Они вот такие вот, они круглолицые. Ну, вот, есть тогда мои друзья Манси. Вот посмотрите, вот у женщин рода Самбиндалова вот такое типичное лицо, как у Альбины Александровны. Угу. Так, еще вопросы. Екатерина Поледова спрашивает. Неужели нельзя найти способ, чтобы они поведали миру правду, а потом поздно будет? Так вот, я не знаю, а может быть и не надо никакую правду. Может быть правда-то она память убьет. Может, ну, мы уже все, в принципе, все поняли. Пусть она остается в разряде вечной тем. Пусть она дальше, ну, когда себя вспомните, когда начинали познавать вот эти все, сколько вот предположений. И потом узнаешь новые факты, они опровергают все это. То есть это для ума такая огромнейшая гимнастика. И как бы вот в этом вся интрига и непонятость, и понятость многого. Пускай это все остается как есть, и пускай это вот дальше веках живет. Хорошо, Дмитрий. Вот Татьяна спрашивает. Не могло ли замерзание заставить ребят дольше оставаться в палатке у костра? И поэтому они мало проходили за световой день. То есть греться часто им приходилось. Поэтому километров мало прошли она иметь в виду. Может такое быть? Еще раз. Из-за того, что замерзали, часто грелись. Да, да, да. Поэтому мало проходили за световой день. То есть часто останавливались, грубо говоря, грелись на дневку. Давай просто ответ останется без ответа. Вернее вопрос без ответа останется. Вот смотри, тут задали вопрос, кто такой Степочкин? Степочкин это человек, у которого скло ружье и который в процессе дачи показаний операционерам рассказал эту историю про охотников манси, которыми руководили шаманы. Там не говорится, что манси убили. И которые в ответ на то, что туристы осквернили их священное место, они их подкараулили, впустили дымовую шашку самодельную и, в общем-то, расправились. И при этом говорили, что охотники только делали вспомогательную роль, а, в общем-то, все расправы руководили шаманы. Ну, это вот кто такой Степочкин, вот я ответил. Много публикаций там перепечатывали разные лидеры. Да, его на телевидение приглашали, он выступал Степочкин. Привозили, да, его на телевидение возили. Так, вот Александр Лагвин спрашивает. Будет ли планироваться организованный поход на перевал для подписчиков? Нет, ну, ребята, я рассказал, в принципе, как туда попасть. Пожалуйста. Там, значит, эта тема сейчас развивается очень хорошо. Вот мы когда с Федором ездили в декабре, почему дорогу размотеляло? Там, значит, есть в Ивделе предприниматель, он же депутат, к сожалению, фамилию его не помню, он это туристическое направление очень развивает. И вот на этот вот тринадцатый или двенадцатый квартал они там строят мансийскую деревню, типа мансийской деревни, ставят юрты. Это будет промежуточный участок, в котором можно будет, я так понял, уже комфортабельно останавливаться. И, ну, в общем-то, и ночевать. И плюс это жилище комфортабельно будет стилизовано под какой-то местный калорит. Так что, ну, там есть проводники, они, ну, может быть, немножко дороговато берут, но, не знаю, ну, в принципе, летом там можно и дикарями добираться, просто складываться, нанимать вахтовку, пускай везет на базу Ильича. На базе Ильича на Чути сходили, обратно вернулись, договориться, и пусть обратно на въезжает. Ну, на въезжает, выйдет, забрасывает вахтовку. Этот Юрий Константинович, покойный сейчас, он же так же добирался, они нанимали просто вахтовку, и вахтовка их везла, вот там, говорят, сейчас на автопе стоянка Курцевича. И все, и там они лагерь сбивали, и по тропе шли уже к перевалу. Ольга 125 спрашивает, как вы считаете, Дмитрий, если бы за группой следили, то дятловцы бы заметили? Ну, Олег, смотри, если бы где-то сзади крались, но сзади нет, если где-то сбоку, ну, почувствовали бы, наверное, даже, что за ними, наверное, смотрят, но почувствовали, и дальше чуть-чуть сделаешь. Понятно. Средят и следят, они там, если, кто там, люди в лесу, если своим делом заняты, ну, никто же ничего не подозревал, допустим, что там неладное будет. Да, понятно, но сделать ничего уже нельзя было, понятно, с подводной лодки никуда не денешься, понятно. А куда ты денешься, если вот действительно, если вас там, допустим, недоброжелатели какие-то в тайге, вы не прорветесь через них никак. Согласен. Ты хочешь, тем более я так вот считаю, что они пошли по этому маршруту, по которому, допустим, ранее не ходили, они согласовывали этот маршрут с, как он, с Ремпелем Иван Дмитриевич, что ли, да? Ну, они заходили к леснику, но у дятлова карта своя была, он по просикам не захотел. Ну, они заходили, и что, у них же там же было озвучено, что, ну, это все предрассудки, я там пойду. Ну, а что значит, что там может быть предрассудки? Местные прекрасно знали, куда не надо соваться, знали, что по башке за это можно получить. Да, понятно. Ремпелев предупреждал, а они сказали предрассудки. Ну, вот предрассудки, они вот и вытеклись, вот получилось то, что получилось. Екатерина спрашивает, Дмитрий, какой версии придерживаетесь вы? Я сейчас за три секунды сжато могу свою версию озвучить. Вот так же вот, навежая, уточняет, ремпелев говорит, не надо, нет, они говорят, надо. Едут до 41-го, там ночуют. Там, ну, не буду по фамилиям называть, встречают одного или там группу лиц, которые говорят, а вот здесь вот манси они молятся, вот у них там вот есть, но, допустим, если что-то как-то, вы, ребята, не уйдете. Но можно сделать вот такой финт ушами, блин. Один из вас трет и тихонечко уходит на большую землю. То есть, ну, даже если взять внимание вот эту пещеру, если они там молились, какой-то там артефакт, допустим, который имеет не материальное значение, но какое-то историческое значение, что, ребята, ну, не дай бог взяли вот это, не удержались не с целью обогащения, а, ну, условно скажем так, с целью научного открытия. Взяли вот эту вещь религиозного характера, дошли до второго севера, но переночевали. Юдин идет обратно с этой вещью на большую землю, выносит ее. Потому что если человек заболел опорно-двигательной системы, руководитель похода одного без сопровождения его не отпустит. Если он его отпускает, значит, он уверен, что человек сто процентов дойдет. Тем более он не пользуется услугами той же подводы, вот этого дядя Слава там, зличкающегося. Проходит лыжный отрезок и все, и попадает по-быстрому на большую землю. Дальше они идут, и, как вот и в твоих стримах есть, у них проход от второго там севера на спину свернули, всего пять километров за день. Ну, это надо постараться даже за такой короткий световой день пройти. Стоянка у них в районе Хуэху вот этой горы. Пусть там хоть что говорят, но у них там был Турумкан до 2003 года. Турумкан работал в святилище, да, был. И не просто так, когда вот уже последний там третий шаманник образовался, вот они эту деревню Тресколье построили. Это практически столица была вот этого мансийского народа. И она непосредственной близости была вот от священной горы и от этого места. Ну, пусть даже там Зина была в лагере. Ну, Людмила зашла, но это вообще непростительная святотаса для них. Ну, религиозные чувства, чтобы вспыхнули у людей, многого не надо. Мы, может быть, это сейчас не воспринимаем, но если взять, допустим, вот в ракурсе оскорбления религиозные чувства мусульман, когда вот какие-то карикатуры рисуют и после этого вся редакция вырезается, это весь мир понимает, что это да. Это, ну, с точки зрения, понятно, не нормально, но понятно. Но, поверьте меня, тут тоже сильные религиозные чувства были. Все. Вторая стычка – обнаруживают первую пропажу. Скажем так, они уже туда ушли, поближе к Аспии. За сутки до смерти у них вот эти все казанки сбиты. Просто вот им начинают претензии высказывать, требования высказывать. Мне кажется, ребята просто в глухую несознанку пошли. Вспыхнула вот эта вспышка. Возможно, даже во время этой вспышки погибает Андрюш Раньямов. Получают предупреждение, что, ну, грубо говоря, жить вам недолго осталось. Где спасаться в условиях тайги? К большой земле им не пробиться. Ближайшие там, допустим, на Ушме стоит вот эта вот рота отдельная. Ну, до нее там, извините меня, километров семьдесят. Ну, не пройти. И вот опять же, вот я как говорю, последняя стоянка уже за ними следят, как вот сейчас вас спросили. Да, следят. Ну, что делать? Тот же Золотарев фронтовик. Уходить туда, где тебя будут меньше искать. А там, в общем-то, вариантов нет. Уходить только вот на эту возвышенность, только на этот курумник. Это то место, где можно не оставить следов. Вот что они сделали, потому и поздний уход. То есть, пока находились под наблюдением, там, до пол третьего. Все, ближе к заходу солнца, снялись быстренько, ушли туда в горы. Если бы шли без ночевки, не останавливаться, ну, все равно бы их там нашли. Если за ними была организована погоня местных охотников, то шансов у них практически ноль было. Вот и все. А дальше уже все случилось, как случилось. Ну, да. Это, что касается вот так вот сжато свою версию. Прогнать вот галопом по Европе. Да. Ну, и в дальнейшем все-таки вопрос. Зачем, допустим, Кривонищенко пытать? Ребята, извините, верните то, что взяли. С целью получения информации. Скорее всего, он все им и рассказал, что... Ну, невозможно было не рассказать, когда тебя тут прижигают. Дмитрий, а вот вопрос еще поступил. А может до наших дней сохранится тот самый кедр? Вот интересно. Ты же как местный житель, знаешь там все. Да, скорее всего, он и сохранится. Скорее всего, он и есть, да, до сих пор. Ну, а что это изменит? Ну... Скорее всего, он и есть этот кедр. Трудящийся спрашивает. Дмитрий, а у Степочкина есть своя версия гибели ребят? Что говорит Степочка? Да Степочкин говорит то, что он знает. Понятно. Вот и все. Он единственный мне после Нового года вот звонил, что... Он сказал, что после расправы они... Шаманы наружили заклятие на молчание. В общем-то, вот отсюда и вырезанный язык, и удаленные глаза. Понятно. То есть они говорят, они трех членов группы взяли, вложили их там особенным образом, как-то в виде стрелы. Вот. И вот у Людмилы язык и глаза... Ну, то есть там был ритуал... Было наложено заклятие на молчание. Чистый ритуал, да? Да. Ну, вот скажем так, Степочкин это еще депрессы нигде не озвучил. Вот он мне после Нового года позвонил. Угу. Вот. Вот поэтому я хочу его тоже на конференцию позвать, чтобы люди пообщались. Кого-нибудь из судебных медиков значимых позвать, если согласятся. Чтобы тоже, ну, как-то обсудить вот этот все-таки характер Трампа. Потому что... Дим, спрашивают, когда и где будет конференция? Ты планируешь где-то? Ну, так же в середине мая, походу остановится, ну, давайте как бы вот это вот уже своеобразным ритуалом сделаем. Съездим на... Вот на... Где семеро-то лежат, там более-менее прибираются. А где вот епархия эта, Иванковская, это кладбище. Ну, приберемся там, порядок приведем. Вот. Потому что цветы садили на могиле Золотарева там, но они однолетки все равно надо будет старые удалить. Ну, и, может, рассада уже к этому времени будет. Ну, а потом, что, конференцию опять проведем, как в прошлом году. Все равно пообщаться уже интересно будет. Угу. То есть, по накатанной на том же месте получается, да, конференцию? Ну, я считаю, пусть будет, да, уже как традиция, ну, плюс привлечение экспертов, знатоков каких-то новых. Вот. Угу. А вот Иван Семенов спрашивает. Дмитрий, скажите, а МЕНК существует, ну, Снежный Человек имеется в виду? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Не, ну, я не знаю, я не встречал, говорят, есть. Говорят, а, ну ты лично не встречал, да? Нет, ну, говорят, в районе Талица он лазил там, но это вот между объезжаем и видели. Не знаю, может, есть МЕНК, но местные, местные манси говорят, что есть МЕНК. Мама, мама Альбины говорит, что она находила череп какой-то необычайный большой размеров. Похоже на человеческий, что, но у человека, говорят, ну, невозможно, чтобы такой размер был. Говорят. Ну, ты лично не видел за свою жизнь, что ты там всю жизнь живешь, да? Нет, слушай, ну, слава Богу, я медведя в тех краях встречал по весне, вот у него только проснулся, и я был без оружия, но я вам скажу, это очень страшно. Ничего себе. И медведицу с медвежатами видел по весне, когда они вот бегают, они бегают, у них лапы вообще, не слышно, как он бежит, медведь. Ничего себе. И такие хорошие, откормленные, шкура колышется, там на солнце играют, вот как вот английские, ну, у них там гвардейцы-то вот охраняют, королевы английские, у них шапки из медведей, только у них они черные, а у нас бурые медвежата вот такие вот. Вот мамка с медвежатками бежала, хоть и не косоватые, они бегут бесшумно, абсолютно бесшумно, даже ветки под ними не трещат. Ничего себе. Ну, тогда было с оружием, и реакция на медведей, как на собаку была, а вот когда вот без оружия, да еще весной медведя, это вообще страшно, просто страшно, там просто животные, страх. Да понятно, оружия нет, куда деваться. Ну, видишь, а у нас говорят, что какой-то медведь 2 февраля Анямова-младшего загрыз. Только никто следов этого медведя не видит. Ага. И вообще, ну, вот понимаешь, вот у меня даже во дворе 2-3 дня прошло, снег прошел, задуло. Ну, мы вот с Федором плутали в декабре, да, перед нами группа прошла. Ага. Вот у меня снимки все есть. Снегоход прошел, снегом замело все, просто ничего не видно вот там внизи. Ну, вот, понимаешь, а тут вот расклад такой цифры идет, что их практически, смотря там, 3,5-4 недели нашли, да, ориентировочно после кипятя. Ну, да. Да хрен бы они бы кого нашли бы там, спустя такое время, так бы замело там, снежный покров был бы, не 15 сантиметров, не знаю, ну, минимум метр снега был бы сверху. Угу. Нашел тот, кто положил, скажем так вот. Ну, понятно, и ценировка была, ты тоже согласен с этим. Да, ну, в тех местах, ну, не может быть, блин, я второй, понимаешь, вот, снег выпал, ветром надуло, блин, там, все, никаких первоначальных следов жизни не видать. Да, концов не найдешь, действительно, а тут какие-то следы... Да, конечно, ну, слушай, ну, вот, Серовий самолет упал в 12-м году, большие годы искали, нашли случайно. Нашли через год его, да, Ан-2 падал, да, да. А тут, здрасте, тут, зимнее время, у них маршрут 300 километров был, и они высаживают поисковую группу прямо в непосредственность, даже если они на Тартене высадили, это 12-15 километров отсюда. Ну, конечно. Что-то какая-то, знаешь-то, вот, интуиция какая-то поражающая просто. Ну, да, Масленников там командовал всеми, он всех вел. Ну, вот, смотри, последняя конференция была, мне книгу купили 10.79, я начал читать. Там есть начало, значит, был такой начальник милиции, который на Бурме был, потом он в полуночке был, по фамилии Чудинов. Был такой капитан Чудинов, да, был такой. Вот, и, значит, летчики увидели в лесу трупы, буквально в начале февраля. Да, один из сыновей главного инженера марганцевой шахты как раз находился в походе, и они все сполошились, а не их ли там вот этот земля погиб, и все. И потом они вышли на Бурму, туристы вот эти вот, которые, ну, сынок-то этого инженера. То есть уже в начале знали, что трупы в лесу есть, уже в начале февраля знали. Да, понятно. Я и говорю, их 4 февраля еще нашли, я про что и говорил. И та дата, которая находится на уголовном деле, это та дата и есть на самом деле, а не то, что там палочку забыли поставить. Я об этом и говорил. Дата открытия дела 6 февраля, когда уже знали, уже место обследовали, все трупы нашли, естественно. Да, ну, единственное, что они их, видимо, отсортировали, потому что там, ну, извините меня, там, наверное, кто нашел, они там вообще офигели, студентов мне в жертву принесли или там, или как-то по религиозному мотиву сделали. Ну, это просто. И начиная отбереть, вот возьмем Кириленко, да, даже отбросить его перспективы роста, если, да. Ну, извини, он как хозяин, как губернатор с современным языком, он должен следить за тем, чтобы система находилась в равновесии, чтобы жизнь в веренном регионе была, не выходила. А если бы вот это было предано все огласке, система бы вышла из равновесия, и последствия там были бы просто непредственно. Там все бы с кресел улетели и партбилетов бы лишились. Ты что? Это, 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 скажем так, карательные меры, это одно. Все бы улетели сразу. Но какие, какая бы неприязнь, допустим, к МАТСе могла возникнуть. Естественно, да. А кому это надо? А когда на кому еще повышение в политбюро идет, так это вообще не надо. Естественно. Поэтому он искрыл, дал приказ, ему политбюро, кандидатом члена политбюро стал после этого, ничего себе, конечно, собирался. Человек, в общем, даже если он не из личной, скажем так, перспективы исходил, но он просто обязан был в регионе сохранить спокойствие. Тише да гладь, конечно. Чтобы система была в равновесии находилась. Согласен. Ты ведь понимаешь, вот негры, которых нельзя неграми в Америке называть, они бунтовать, когда начинают. Это уже, вот это пример, чтобы система вышла из равновесия. Конечно. Дружба народов не должна разрушаться, междоусобицы нет, никакой мести никто не должен мстить, убивать и так далее. Согласен с тобой. Ну, как бы вот так вот. Да, ну что, можем сказать Дмитрию Юрьевичу спасибо большое, что сегодня пришел к нам в рубрику «Открытый микрофон». Спасибо. Да, всегда, пожалуйста. Обсудили, посмотрели. Да, даже, наверное, немножко больше затянулось. Да ничего страшного. Я надеюсь, не последний раз еще придешь к нам. Так, зовите, всегда, пожалуйста, дай бог, чтобы только вот наш любимый Ютуб дальше продолжал свою работу. Не хотелось бы, чтобы его блокировали. В принципе, мы ничего для этого не сделали, чтобы провиниться перед Ютубом и лишать как бы нас. То, что монетизацию отключили, но это ведь много было полезного и есть полезного. Мы точно ничего не совершили, чтобы закрывать Ютуб, это вот однозначно. Тамара Павлова пишет, Дмитрий, желаю вам воплотить все задуманное. Памятник должен был быть, народ должен знать о ребятах, которые пошли в поход и не вернулись. Да, конечно, я все это буду стараться воплотить здесь. И вот, Лена... Ладно, будем прощаться потихонечку. Всем спасибо. Да, спасибо, все пишут. Дмитрий, ну потом чат почитаешь, там люди тебе хорошие слова, добрые пишут. Хорошо, потому что я не сомневаюсь, что все мы, конечно, единомышленники, все нам эта тема, скажем так, душу тревожит. Но все мы неравнодушны и многие им хочется, и многие им поняли, но хочется кому-то официального признания. Да, люди, видишь, хотят официальное признание. Пусть она остается нераскрытой, потому что много групп погибло, и интереса к ним, допустим, после этого не стало. Ну и ради хотя бы их памяти, пусть их имена, они просто в веках живут. И через 200, и через 300 лет, чтобы люди знали, что были такие вот ребята, уральские студенты, которые жили в большой, огромной стране с разных концов. Дай бог. Дима, ну вот если удастся все-таки осилить мемориал этот, это вообще на века будет запомнить люди. Вот поставить бы это. Олег, ну если жив, буду, осилю. Ну понимаешь, человек предполагает, бог располагает. Понятно. Тот дарит утро, тот не гарантирует вечер. Да, понимаешь, просто тебя и сейчас люди будут вспоминать вот за этот знак, навижая, а если еще мемориал построишь, ты добрым словом тебе, конечно, весь народ поклонится. Кстати, вот к этим знакам, оно не наносит никакого ущерба, допустим, природе. Я все-таки хочу эту тему все-таки расширить. Мне, в принципе, интересен этот народ Макси. В общем-то, я эти знаки хочу продолжать. И можно, допустим, вот эти плиты доставлять как-то и с мегафодами. И, в общем-то, и лица таких вот, как Александр Прокопьевич Вахтияров, допустим, есть очень фотография красивая его жены, детки там, Альбина с Мироном стоят. Ну то есть это вот, как сказать, это история земли в лицах. Вот я вот эту хочу продолжить. Понимаешь, она более многогранная. Да и того же Курикова должны знать в лицо. Ну и где-то уже в дальнейшем вот на маршруте это разместить. Чтобы, ну, какие-то точки притяжения были уже и на маршруте, но не наносящие ущерб природе. Да, я согласен с тобой. Да хотя бы на базе Ильича можно какие-то стеллы поставить с фотографиями. Почему бы и нет? Хоть на Ауспе, хоть где. Да. Нет, просто база Ильича постоянно посещается. Там они как бы будут к месту. Вот я про это. В летнее время стоянка Пунцевича. А, ну... Большое количество народу там находится. Ну да, да. В палатках. Я проезжал, ну, в дождь проезжали. Людей так было жалко, что они в такой пасмурном походу там находятся. Да ты что? Ну, через два дня там все развеялось и стало все там прекрасно. То соберется вот. После нас ребята ехали на Субари, как проехали. Ничего себе. Съемку видел. Где-то взяли разбитые Субари машины. У них Форестеры. Там подушки даже выскочили. Ну, где-то, знаешь, купили не за большие деньги. И Субари туда зашли прямо до перевала. Ничего себе. Не обязательно же, допустим, чтобы лебедка вот была такая вот. Мне вот дочка подарила ручную лебедку там на снегоход. Она и легче, чем вот эта электрическая. То есть можно, как ребята говорят, лебедить-то и ручную лебедку. Да это понятно. Там же шестеренки крутишь, не тяжело спокойненько. Было бы желание. Было бы желание. Я помню. Можно. Люди даже автостопом туда доезжают. Там трафик все равно. Кто-то когда-то куда-то едет. Понятно. В общем, Дима, давай тогда еще раз. Если пригласим тебя, может, согласишься, еще придешь. Потому что вопросов у людей не иссякают. Вопросы. Вот так. Да не вопрос, не вопрос. То есть устроим как бы. Я в параллель могу, допустим, через свой канал запустить. Ну, можно и так. Но не стал просто рассеивать. Внимание, люди на тебе сфокусированы. В принципе, у меня была поездка к Синякаеву. Хамзла Фазыловича. Вот, кстати, о ней рассказать об этой поездке можно еще раз, чтобы ты пришел как-нибудь к нам. Ну, могу, да, попозже. Тоже она мне мысли некоторые навеяла. В общем-то, этот человек, который служил, который был поисковиком. Хамзла был. Есть вот его рассказы, такие вот туманные моменты. Любой мужик четко знает, как он служил в армии, где он был от учебки. Конечно. Вот в его рассказе есть белый как. Ну, это ладно, это уже потом. Ну, он умолчал. Дмитрий, вот Ольга 125 пишет. Дмитрий, на мемориал открывайте счет. То есть люди как бы... Нет, 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 нет. Я это... Как сказать? Если хочешь какое-то благородное дело испортить, начни собирать деньги. Ага. Даже не буду этого касаться. То есть ты за свой счет будешь мемориал-то делать? Ну, буду так вот, да. Тихонечко пыхтеть. Потихонечку сам как-нибудь. Ничего себе. Это ж дорого очень. Ну, Олег, я свое уже как бы сказал мнение. Где начинается сбор денег, там начинаются всякие злоупотребления. Не хочу. Понял тебя, понял, Дима. Ну, дай бог, конечно. Но можно... Главное, чтобы получилось. Вот в чем дело. Ну, я уже сказал свою позицию. Уже буду, сделаю. Ну, Дмитрий, хотелось, почитай. Вот в чате люди пишут тебе добрые слова, такие хорошие прям. Сейчас, конечно, я... Видишь, у меня ноутбук завис. Хорошо. Я не смогла перезагрузить. Я просто по второму телефону это все пытаюсь смотреть. Читательница пишет. Дмитрий, успехов. Желаю вам наладить бизнес по поездкам на перевал. У вас получится. Я знаю. Нет, нет, нет. Я... Там есть люди, они этим занимаются. Все понятно. Все. Нет, нет. У меня есть чем в этой жизни заниматься. 54 года, все-таки, как сказать, я не буду распыляться. У меня есть много других бизнес-идей, которые можно реализовать, получать хорошую прибыль. Понятно. Но у меня есть ограниченный ресурс. Татьяна Тадей пишет из города Пушкина, Ленинградской области. Дмитрий, огромное вам спасибо. Сил, здоровья, интересных впечатлений желаю. Ой, все. Ленинградская область, Пушкин, еще привет всем, конечно, огромный. Всем твоим подписчикам, всем слушателям. Спасибо, да, мои подписчики, да, вот. Венера пишет, спасибо за эфир, очень интересно, пишут. Дмитрий, силам и здоровья. Очень интересный рассказ, интересный стрим. Впрочем, как всегда, Дмитрий, осуществить вам то, что вы задумали, и здоровья вам. Все, понял, все. Всего всем хорошего. Да, Дим, спасибо, всего хорошего тебе, давай. Спасибо большое. Пока-пока. Ага, давай, давай. Итак, это была рубрика «Открытый микрофон». Мы пообщались с Дмитриевичем Киреевым, все вы его знаете, предприниматель из Серова, меценат, подвижник, исследователь трагедии группы Дятлова. Да, он прочитает в чате, сейчас после стрима будет чат, он почитает обязательно. Я понял, вопросов столько много, наверное, отдельно надо делать ответы на вопросы, чтобы он отвечал. Видите, у нас как получился, и сразу рассказ о поездке на перевал, и вопросов много было. Извините, что не на все удалось ответить. А теперь у нас сегодня, как я уже обещал, будет сюрприз. Сюрприз этот будет обязательно. А сейчас у нас рубрика будет, новую рубрику «Открываем путевые заметки». Давайте послушаем рассказ нашей подписчицы, Эльмиры Валиевой, она сегодня у нас в чате, все вы ее знаете из Кыргызстана. Она путешествовала по горам, по местам интересным. И вот возле озера есть долина Кунгур-Ален, это в Кыргызстане. Она набросала путевые заметки, очень интересные у нее такие заметки. Давайте вместе их послушаем. Сейчас, секундочку, я их найду. Они у меня здесь. Так. Да, спасибо Дмитрию. Давайте теперь послушаем путевые заметки, страничку нашей передачи. Рассказывает Эльмира Валиева. Мистика долины Кунгур-Ален. Назвала она свой рассказ. Мистика долины Кунгур-Ален. Певучее и красиво произносится название этой долины и вполне оправдывает себя. Преодолев небольшой подъем в горы и затем крутой спуск, наша машина оказывается в прекрасной зеленой долине, что на южном побережье озеро Иссык-Уль, долина Кунгур-Ален. Само озеро осталось далеко за перевалом, а мы все дальше и дальше на юг уезжаем от него. Стоит вторая половина июля, а здесь в самом разгаре весна. Буйным цветом налились все травы, и каждая былинка источает неизъяснимо сладкий запах распустившихся навстречу солнцу цветов. А какое здесь солнце! Величественно и мощно сияет оно в лучезарном василькового цвета небосводе, щедро одаряя теплом и светом здешнюю землю. Беспрерывно и деловито жужжат пчелы, шмели, снуют от цветка к цветку, торопясь собрать сладкий божественный нектар. Кстати, мед, собранный с предгория Иссыкуля, считается самым вкусным, необыкновенно целебным и с очень красивым янтарным оттенком, необычайно терпким на вкус. С каких только цветов он не собирается трудолюбивыми пчелами! Здесь и донник, и альпийская роза, и барбарис с душистым горошком, и клевер, и чудодейственная облепиха, мята, и чабрец, и много-много еще других цветов. Аромат трав стоит такой, что голову кружит с непривычки у городского жителя. Добавьте к этому аромату еще немножечко солнечных лучей, синего неба, свежего горного воздуха, способного моментально прочистить ваши легкие, пение птиц и величественное спокойствие снежных вершин, которые полукольцом возвышаются с южной стороны прекрасной, цветущей долины. Вот это поистине волшебный коктейль вкусов и запахов, звуков, на котором замешан потрясающий исцикульский мед. Наша машина спустилась с перевала и выехала на грунтовую дорогу, идущую вдоль всей долины, прямо под горами. В это путешествие мы отправились вдвоем с моим супругом Эриком. Долина Конгурален весной и летом зеленая, очень большая, почти круглая, окруженная со всех сторон горами. По долине весело журча протекает речушка. Ее воды весной разливаются в красивейшие каскады, которые то тут, то там образуют причудливые изгибающиеся руслы реки. Если хорошенько присмотреться, то иногда видно, как из реки, взметая сверкающие алмазные брызги хрустальной воды, выпрыгивает крупная форель и плюхается обратно. Цель нашего путешествия в долину – посещение древних мазаров. Это захоронение, специально построенное благодарными потомками в XVIII веке, отважным сорока батырам, которые защитили долину от врага и пали на поле битвы. Мазары эти очень красивые, судя по тем фотографиям, которые я видела раньше. Ехать нам пришлось достаточно долго, так как дорога там ужасно разбита. Наконец взору открылась гора, стоящая как нарочно прямо посередине долины. Справа от нее видна группа полуразрушенных старых гумбезов – мазаров. Теперь к этим древним памятникам нужно было идти пешком, прямо через луг, безо всякой дороги или тропинки. Мне немного страшновато. Я побаиваюсь змей, которых здесь наверняка полным-полно. А идти нужно одной. У мужа не на шутку разыгралась аллергия от цветущих трав. И он остался в машине, подняв все стекла на окнах и закрыв двери, сидел как в броневике. Постояв немножко в раздумье, стоит идти или не стоит, и прикинув на глазок расстояние, ну, где-то примерно метров 500-600, во разжившись каким-то прутиком, я отважно ступила в траву. Сначала я думаю так, пройду немножко, впереди наверняка будет очень высокая трава, ну и тогда я поверну назад. Не полезу же я в траву, где полно притаившихся змей, которые наверняка подстерегают именно меня. Но я шла все дальше и дальше, трава все не становилась выше, доходила всего лишь до середины икры и росла довольно редко, так, чтобы было видно землю. Почему-то это обстоятельство успокоило меня, и я продолжала свое шествие по лугу. Сначала я оглядывалась на нашу машину, одиноко стоящую на дороге, где сидел Эрик. Вначале она была близко, потом уже не очень, и, наконец, я настолько отдалилась от дороги, что наша машинка казалась не такой маленькой, совсем игрушечной, особенно на фоне величественных гор. Поворачивать обратно уже было никакого смысла, уже очень далеко я уже зашла. В одном месте мне пришлось перешагивать через прорытый, через луг, а рычок, канавку, на рыхлых бортиках которого остались мои следы. Так, прослушали первую часть, сейчас вторую, быстренько. Продолжение рассказа. Мистика долины Кунгур. Ален читает автор Эльмира Валеева. Вы слышите голос нашей подписчицы? Сейчас, секундочку. Давайте послушаем продолжение ее рассказов в рубрике «Путевые заметки» канала «Мысли об истории». Итак, как сказал Юрий Алексеевич Гагарин, поехали. Шагать пришлось довольно долго. Расстояние, которое я прикидывала вначале, оказалось больше раза в два. Вокруг меня только трава и ветер, который дул беспрестанно, заставляя шелестеть траву. Где-то неподалеку перекликались перепелки. Воздух был настоен на дурманящем аромате разнотравья. Солнце так и палит. И невольно мной овладело такое умиротворение, такое незыблемое спокойствие духа, что я уже совершенно спокойно двигалась вперед. Вокруг, насколько хватало взгляда, не было ни одной живой души, не считая меня и далекого теперь Эрика. Ближайшее селение было километрах в 20-30, на той стороне долины, прямо под снежниками, цепью, обрамляющих ее с юга. Наконец, я приблизилась к Мазарам. Подошла к ним на расстояние метров трех. Ближе подойти оказалось совершенно невозможно, так как именно здесь росла высокая трава, заросшая колючками, доходившими мне до плеч. По-видимому, ее здесь просто никогда не косят эту траву, так как у мусульман и у киргизов считается грехом нарушать покой умерших. Тогда я решила пройтись вдоль всех Мазаров, не приближаясь к ним вплотную. Я прошла налево, там возвышался один из самых красивых когда-то Мазаров, и мысленно я его назвала главный Мазар. Это было некогда большое сооружение из глины, посредине был купол, по четырем сторонам возвышались полукруглые башенки, с передней стороны была высокая стена с многочисленными прорезьями окошечками, в восточном стиле арками. Купол уже давно обвалился, но башенки и главная стена со входом сохранились. Я подошла к Мазару с задней стороны, и главный вход был скрыт от моего взгляда, а мне очень хотелось сфотографировать его именно спереди. Но меня отделяли от Мазара эти три непроходимых метра, и еще разваленные от других Мазаров. Я прошла, насколько смогла, влево, увидела, что там вообще все заросло колючкой, повернула вправо и пошла вдоль захоронений, попутно пытаясь посчитать их количество. Насчитала я штук двадцать, а потом бросила это занятие, так как большинство Мазаров были сильно разрушены, и сейчас уже не поймешь, одно это было строение или два подряд. Архитектура древних памятников очень интересна. Башенки, купола, остроконечные пики наверху, и они заканчиваются полумесяцем. Так я прошла все гумбезы, и уже хотела повернуть обратно, как вдруг заметила, что самое крайнее захоронение достаточно современное на вид. Подошла поближе, да, точно, современное. Вокруг него ограда металлическая, и в стене вмазана медная табличка с надписями. Фамилию я не запомнила, но дата смерти указана 1965 год, то есть это уже 20 век. Я постояла немножко, пытаясь понять, кто бы это мог быть здесь захоронен, и зачем его именно тут среди древних похоронили. И самое главное, что это была только одна современная могила, ни до, ни после, никого больше не хоронили. Рядом. И вот только я успела подумать об этом, со стороны главного Мазара до меня донеслись один за другим два очень четких полустона, полувздоха. «О-о-ох! А-а-а-ах!» Эти возгласы не были очень громкими и не были тихими, они были у меня прямо в ушах. И больше ничего. Честно признаться, я почувствовала, как у меня волосы шевелятся, и в знойный день мурашки побежали по спине рукам. Первым моим желанием было тут же повернуться и опрометь убежать от этих мазаров Но я подумала, я же грамотный человек Что же, мне нужно разобраться, что это могло быть Я медленно повернулась и пошла влево Снова к главному мазару Там никого не было Я посмотрела на его стену с вырезанными в ней окошечками И подумала, что может быть это ветер как-нибудь пролетая через эти окошечки создал звуки Но внутренний голос кричал Какой там ветер, это же были, как будто человеческие возгласы Только очень протяжные Я постояла, постояла Наконец не выдержала, повернула кругом и пулей начала удирать оттуда И я уже не разбирала дороги, куда-то выбросила свой прутик И не высматривала уже коварных змей Быстрым шагом двигалась я к машине, которая была еще так далеко Вдруг, совершенно неожиданно, я вышла к тому самому арычку канавки Через который недавно перешагивала Каково же было мое изумление, что бегом, несясь обратно, не разбирая дороги Я вышла как раз к моим следам, оставленным на бортиках арычка Промчавшись бегом полпути, я немного успокоилась и пошла помедленнее Издалека стала окрикать Ирика Он вышел из машины и я успокоилась окончательно Итак, это была вторая часть путевых заметок Эльмиры Валиевой Читал автор И давайте заключительную часть По-моему, прекрасный рассказ, интересный Мистика долины Кукунгур Ален Давайте Третья часть Итак, рассказывает наша подписчица Эльмира Валиева Спасибо ей большое Давайте Как говорил дядя Паша, погнали Потом, уже сев в машину Я рассказала мужу, что сейчас слышала что-то не совсем обычное около гумбезов Эль как-то странно посмотрел на меня И в свою очередь сказал, что сидя в машине, он также слышал Два протяжных полувздоха-полустона Долетевших до него со стороны Мазаров А ведь до машины было около двух километров Муж как только услышал это, так сразу вышел из машины И стал смотреть, как я себя веду Смотрю, говорит, ходишь спокойно Но подумал, наверное, мне послышалось Позже, когда мы уже уехали из этой долины Долго еще обсуждали этот случай И строили предположения по поводу происхождения загадочных звуков Уже вечером, лежа в палатке, я вдруг вспомнила давнишний рассказ брата об этой долине Как-то раз они с друзьями и знакомыми Всего человек восемь, среди которых были гости из Англии Путешествовали И ночевали в палатках именно в этой долине Недалеко от этих Мазаров Все как один они были далеко не хлюбики Спортсмены, альпинисты и спелеологи И в эту ночь им всем приснились Странные зловещие сны Примерно одинакового содержания Духи умерших на кладбище Устроили веселье Но уж очень страшное это их веселье было Всем им приснился один и тот же сюжет Духи выдавали ведьму замуж И плясали на могилах Храбрые спортсмены по одному начали В ужасе просыпаться и среди ночи Вылазить из своих палаток к костру Проснуться в холодном поту Выйдут из палатки, подсядут к костру и молчат Так через некоторое время Все до единого собрались у костра Потом, когда спрашивали друг у друга О причине бессонницы То здесь и выяснилось Это необъяснимое совпадение Их ужасных сновидений Сидели у костра Ежесть, то ли от ночного холодного воздуха То ли от пережитого во сне кошмара Так до утра и просидели Жгли костер и тихо переговаривались Строя разные предположения Необычного явления А спустя несколько лет Некоторым из них пришлось вновь Переночевать там еще раз И в этот раз все повторилось в точности Что это было? Мистика? Что-то другое? Во всяком случае, наука молчит по этому поводу Зато местные говорят Что в этой долине Многократно происходили Смертоубийственные сражения предков Которые отстаивали свои территории От захватнических племен Очень много воинов полегло в эту землю И поэтому местные жители Не любят тревожить покой умерших Что там много народу погибло Заметно сразу, как только ступаешь на землю долины Как известно, в незапамятные времена Киргизские племена были солнцепоклонниками И на кармических местах В местах массовых захоронений Они выкладывали концентрические круги на земле Из камней Так вот, в этой долине Буквально вся земля выложена Такими вот каменными кругами Когда я шла по долине То шла буквально по этим кольцам Но в тот момент о событиях Происшедших со спортсменами Я совершенно не помнила И разумеется, я не придала этим камням Никакого значения Тем более, что я боялась Не мистических событий А вполне реальных ядовитых змей Коих на юге Иссыкуля Всегда полно Наши друзья Живущие на побережье Иссыкуля Сказали Что это я потревожила покой умерших И что нужно обязательно потом Прочесть в этом месте молитвы из Корана На следующий год Мы путешествовали вокруг озера Уже втроем С мужем и моим старшим зятем Агизом Мы специально поехали туда В долину Конгурален К старым Азарам Чтобы Агиз Прочитал на этой земле молитвы Наверное, духи услышали их И успокоились Во всяком случае В этот раз Они нас уже не тревожили Через года два Мы с Ириком Еще раз приехали В эту долину Загадку К Азарам мы уже не ходили Просто хотели сделать снимки Чудесной панорамы долины Как вы думаете Что произошло на этот раз? Да, конечно, произошло Но это будет уже совсем другая история Так, мы все с вами прослушали В рубрике «Путевые заметки» Рассказ Эльмиры Валиевой, нашей подписчицы Под названием «Мистика долины Конгурален» Где она сама была Вот она рассказала О своих путевых впечатлениях Конечно же Впечатления интересные Шикарные, я бы сказал Я сам первый раз Когда слушал Был поражен Понимаете Что здесь интересно Я был поражен Что рассказывал Когда Эльмир это рассказывал Я как будто почувствовал Что я рядом присутствую То есть Настолько человек Вжился в эту обстановку Именно в это место Невероятное впечатление Просто живой рассказ Прямо вот Как с места Понимаете Как будто я видеофильм посмотрел Вот Эльмира рассказывала А мы как будто посмотрели С ее глазами Этот видеофильм То есть понимаете Насколько живые впечатления От рассказа От рассказа Этой талантливейшей женщины Хорошего человека Нашего подписчика Из Кыргызстана Эльмиры Валиевой Вы сами убедились сегодня Посмотрели Послушали Рассказ ее Шикарнейший Да Это была рубрика Путевые заметки Надеюсь она будет у нас продолжаться Не заканчиваем мы на этом Да Венера фамилия Здравствуйте Не успел с вами поздороваться Да Как тут не поверить Потусторонний мир Действительно Вот как хотите Так и вот думайте Но вот мистика И загадка долины Понимаете Вот человек сейчас рассказал Свои впечатления личные То есть мы Глазами Эльмиры Валиевой Посмотрели на все это Вы знаете Довольно таки Необычные впечатления Даже у меня Вот так сложились Об этой долине Именно Да Инна Аж мурашки по коже Действительно Местами Местами Из рассказа Аж это Пробирает Согласен с вами Очень пробирает Да Татьяна Тоди Вот правда Как будто Сам там побывал Действительно Ирина Копцева Здравствуйте Я Не с вами Не поздоровался Извините пожалуйста Да Живой рассказ Да Екатерина Спасибо Олегу Дмитрию Эльмире Спасибо Екатерина Спасибо Всем хороших выходных Да Спасибо Что были с нами Сегодня Надеюсь Что Сегодняшний Стрим Вам понравился Рубрика Открытый микрофон Специальный гость Приглашенный Дмитриевич Киреев Известный человек Предприниматель Подвижник Патриот Свердловской области Проживающий В Серове Сегодня Рассказал О своих впечатлениях О поездке на перевал Да Эльмир Валер Спасибо Олег Что поставили Мой рассказ Эльмирочка Я просто не мог Не поставить Ваш рассказ Честное слово Это насколько Живой рассказ Настолько впечатлений Я просто решил Что я обязательно Его должны услышать Наши зрители Понимаете Поэтому Даже не обсуждается Это В любом случае Этот Ваш рассказ Должен был увидеть свет Надеюсь Благодаря Ютубу Сегодня он распространится И все люди послушают Может кто-то себе Интересно Составить впечатление О Долине Кунгур Ален Это вообще место шикарное Послушав ваши рассказы Эльмирочка Вообще Спасибо вам большое Эльмире Валиеве Огромнейшее Спасибо Прям Респект И уважуха Татьяна Тоди Олег Низкий вам поклон За интереснейший стрим Настроение просто супер Татьяна Спасибо большое Вам за ваши слова Я очень рад Что смог вам Поднять настроение Надеюсь Оно на сегодняшний день На весь сохранится Хотя бы так Могу порадовать Через экран Наших подписчиков Хотя бы этим Уж извините Всем не могу Пожать руку Далеко мы все находимся Ну хотя бы так Да Эльмира Вот Благодарит всех Наших подписчиков За отзывы в чате Она еще обязательно Их перечитает Послушает Да Она талантливая Согласен Лена Кипр Согласен с вами Итак Друзья На этой ноте То есть Закончили путевыми заметками Эльмиры Валиевой На этой ноте Думаю Будем потихонечку Закругляться Так Надежда Матюхина Стрим прекрасный Благодаря вам Олег Мы узнаем Об очень талантливых Людях Их творчестве Надежда Матюхина Спасибо Что вы приходите На мой канал Спасибо Да Друзья Я еще раз Вам напоминаю Вверху в чате Закреплены данные Закреплены данные Они будут Под видео Это Карта Сбербанка России Для жителей России Счет PayPal Для заграницы И Донат Алерс сервис У кого есть возможность Можете помогать Моему каналу Мысли об истории Заранее Всем очень благодарен Конечно же Спасибо Добрые люди У кого есть возможность Внести свои пожертвования На наш небольшой Скромный канал Мысли об истории Всем очень благодарен Кто не поздоровался Позже в чате увидел Просто пока работал Дай Бог вам здоровья Ирина Спасибо Что приходите на мой канал Да Со всеми С кем не поздоровался Прошу меня извинить Венера Фамилия Кто тут подошел У нас еще Юля Зая Я не успел Поздороваться В.Валентина Здравствуйте Позже подошли Во время эфира Не всех видел Прошу извинить Эрика Трубецкая Конечно же Эрика Привет вам Запорожье Украина Извините Не успел С вами Тамара Павлова Спасибо вам большое Так Сейчас в чате Пробегу Быстро Кто еще подошел Пока мы работали В эфире Я считаю Я должен поздороваться С каждым нашим Зрителем Сегодня Так Юлия Юлия Здравствуйте Анонимус Мнимус Ольга 125 Извините Наверное Не успел поздороваться Так С остальными Вроде со всеми Поздоровался Все вроде Были на месте Сейчас Секундочку Да С остальными Мы виделись Уже По моему Со всеми Поздоровался Остальные Все зрители На месте Ну Кого упустил Прошу меня Извинить Пока работал Мог упустить Просто Иван Семенов Стрим сегодня Действительно нереальный Мистический Эльмир И несомненно Мастер Художественного слова Подтверждаю Присоединяюсь Благодарю за Прекрасный Рассказ Конечно же Прекрасный Согласен Да Екатерина Не хочется Чтоб стрим Кончался Екатерина Я с тобой Совершенно Согласен Я могу 6 часов И 8 Разговаривать Как нибудь Надеемся Что 23 марта Ютуб Еще не закроют И мы все С вами Вновь Увидимся На том же месте В тот же час Как говорится Место встречи Изменить нельзя Это был канал Мысли об истории Спасибо Кто помогает Моему каналу Данные карты Будут под стримом Все увидите Рассказывайте О моем канале Подписывайтесь Пишите ваши комментарии Все прочитаю Чат весь прочитаю Не переживайте Все кто написал Я все прочитаю Пишите не зря Да Вы Валентина Спасибо Елена Кочелкова Спасибо За призыв Поставить лайк Спасибо Анонимус Мнимус Юлия Очень вам признательна Спасибо Да Всем хороших Выходных Встретимся С вами В среду Здесь На канале Мысли об истории Для вас Как всегда В эфире Работал Олег Ну и по традиции В конце стрима Я всегда говорю Все еще только Начинается Друзья Всего вам доброго До новых встреч Берегите себя Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры